не спеши так здравствуйте уважаемые любители шахмата у нас в гостях видите меня немножко не так видно как надо у нас в гостях международный кроссмейстер антон коробов из украины здрасте да первый номер рейтинга нашей страны сейчас ведущий шахматист активный шахматист несмотря на карантин да да мега активный даже уже он принимает участие вот недавно даже магнуса карлсона обыграл насколько я знаю да не помню такого может быть не я видел даже партии тут уже точно нет вы видели а я не помню антон радостно согласился сегодня нам помочь посмотреть осветить наш турнир называется он гран-при броваре сам придумал суперфинал я тебе просто расскажу вкратце что значит суперфинал чтобы ты понимал значит они дети до 12 лет 2008 год и рождения все в украине были освещены про этот турнир то есть как бы мы сделали рекламу максимальную по всем группам по всем тренерам то есть все в принципе знали и все играли в отборах отборы проходили вот здесь призами на каждый отбор было выделено там 5000 гривен то есть призовых все деньги уже выплачены за все три отбора остался суперфинал суперфинал мы удвоили сумму получилось 10 тысяч гривен на суперфинал соответственно призы удваиваются призов у нас восемь сильнейшие шахматисты получают сильнейшие призы соответственно до турнира начинается нас по времени в 11 00 на данный момент 50 игроков это принципе нормально пуша в суперфинал выходили только 20 из серий то есть например первая серия первый этап 20 игроков сильнейших выходят следующий этап эти 20 уже вне конкурса то есть они как бы борются за призы не за все призы вот еще маленькое нововведение расскажу что я придумал сам как ты считаешь что правильно нет значит вот первые три места вот в каждом этапе можно занять только один раз или первое или второе или третье приз получить ну я просто сделать из тех собрали что все дети могли побороться за а как получилось 20 выходящих 50 же на 20 недели смотри три этапа три этапа так это лену телефон подождите это у нас к античитерский комитет позванивает знать значит смотри первый значит один этап первый он был по субботам каждый этап и с него 20 выходит следующий этап эти 20 уже вышли и на новые 20 следующий этап новые 20 мы получил 50 должно быть 60 ну не все вот видишь посмотрим кто тут нам еще хочет валентина он не попал вот это вот я его не видел там то есть я не могу его присоединить к сожалению я присоединяю только тех кто попал и плюс я дал зеленый свет всем девочкам которые вы играли в этапе да гендерное равенство не ну это не тоже популярно просто мы решили девочек надо допускать турниру этим или тут женский приз не такой чтобы быть сильно большой 1000 гривен и для интернет шахмат это нормально про конечно да есть еще приз для лучшего проворского так как организация шахмат проворская и тут броварские шахматисты играют в основном я уражу многие говорят что это плохо но я вот или тебе может какого-то покажу скажешь так вкратце я боюсь потому что человек такой очень скупой на оценке тут есть вот давайте посмотрим состав значит сакидзе это саму ненков и игорь артем берин из николаева насколько знаю кандидат мастера тоже кулепестин это и снежина черниевская область это тактамушев тимур это подольский михаил тоже киев так тому что вы этому так иса это вот представитель из казахстана турнир у нас все украинский можете представить и вот меня попросили говорят симон есть товарищ там из других ну просили многие там разные мол типа есть из других стран я говорю ну ребята я уже записал на укрчессе положение что турнир все украинские то есть я как бы не могу нарушить рига конечно но он хотел просто сыграть сильнейшими играл без денег без права на приз и заняло же второе или третье место в прошлом этапе и приз он не получил ну так как он отыграл без денег и вот вот значит желание играть у ребенка я решил в этом турнире на общих основаниях его допустить на призовыми столковые исключения сделать я считаю что я знал что с тебя будет долго не ну мне мне кажется мне сама понравилась мое решение это дело даже не в каком-то там этом просто вот как бы так но мы по ходу дело антон не переживай не будем тебя сильно напрягать что видишь говори перебивай меня очень часто надо меня перебивать что я могу говорить главное чтобы не повлиять тут потому что у кого-то хорошая позиция он предандует на приз а я предложу как у них плохой ход и человека как бы собью участников много и мы не сможем принципе так уж именно подсказать им именно конкретно то есть они конечно могут где-то здесь очень часто очень толковые и не могут услышать даже то что ты только подумал даже не сказал хорошо мы будем аккуратно антон кстати отдельный совет дает так у нас остаться одна минута на начало вот я знаю что ты вот принимал у нас 9 туров по 10 минут соответственно 9 раундов по 10 минут без добавления почему без добавления ну потому что я так решил мне нравится без добавления почему 10 минут они три минуты например потому что дети должны играть хоть немножко подумать да надо дать им шанс подумать у нас была очень жесткая античитерская борьба я хочу сказать всем кто нас смотрит все люди которых мы уличили в нечестной игре они забанены сайтом ческом уже на данный момент вчера был последний забанены то есть там было два одессита один забанен раньше другой позже и как бы адрес фингеров у дмитрию он обещал извиниться как только узнает что его ученика забанили за читерство он дави до последнего не верит этой кристальные души человек вот я читера может этот мир скоро этот шарик улетит чертовой матери скажем так дмитрий наверное не знал просто он мне сказал по секрету я не с ним развалил где-то полтора часа что вот у него он не пользуется компьютерами он пользуется книгами и компьютерами польза и это хорошо я считаю но просто дети сейчас пошли умные они пользуются вот чем дело так я предлагаю начать вот уже тур запустился я хочу найти харьковского шахматиста вот есть такой ларчиков я сейчас попробую его найти есть он на вот ларчиков это харьковский шахматист он играет белыми фигурами вот ухты этот этот мальчик занял прошлый раз первое место и по моему если я не знаю вот ребята кстати у нас на ю тубе работает чат и вы пожалуйста задавайте вопросы антону мы как бы с удовольствием на все ответим сейчас я его включу что мы видели все вопросы потому что у меня вопросов хватает ну знаете мои вопросы они может быть не такие интересные как ваши поэтому вы задавайте свои его часа включу у нас так так вот супер файл у нас начался и вот у нас уже люди смотрят некоторые до присоединяйтесь там наш организатор должен дать еще рекламу чтобы все знали куда подключаться так ну давай посмотрим начнем мы пока мышку трогать не будем ну что вот позиция до коней и 5 очень напоминала защиту тараша перекрашена белый белые как черные с неудачным слоном на f4 но черные как-то забрали на е5 и после этого сейчас могут столкнуться с проблемами у белых уже плюс равно любым ходом в принципе cd наверное да лучше мне нравится больше взять и лошадкой потому что лошадкой да и потом два ноля например любил их значительно лучшие все фигуры расписано бить лошадкой не бояться никаких шахов и всегда еще потом смотри вот может быть харьковская школа я тут вдоль уже если что я уже на 20 гривен заработал не ну я думаю что это самое как бы наш парень из харькова он честный он все нормально не вот ты знаешь а я бы пешкой ударил лошадкой активно как бы в молодежь амбициозная а я боюсь изолированные ты как она эти года рождения я 1985 25 а я 84 я боюсь я представитель той старой школы я боюсь изолированные конечно потом не гибнет не все правильно да я просто забыл что там еще изолированные пешки получается конечно серьезные так а что у нас конь на d5 очень сильный хотят его и 6 хода наверно например очень неплохой ресурс за белых слон же 5 сейчас пешку на и всем попробую зонтировать попробовать на которую непонятно как защищать придет какой-то вот какой-то не бойся 6 конь и всем уже тоже удар есть какой-то у нее 7 на д8 на е7 потом в 3 на ладю напал что там белый минимум с качеством на нас там хорошо да она слон же 5 придется делать какой-то ход f6 такой ужасный ужасный до после этого можно сон и в 4 обратно вернуться если он и 5 и сказать что пешки назад не ходят то есть пойдем слон же 5 нападет а вот и с b3 мы это делает честь нашему по харьковскому товарищу ларчику что он не слушает наши подсказки может мы подверг на прием слон же 5 судно в 4 фирменный когда-то был в мое время в творчестве василия васильевича смыслова я даже это называю смысловский маятник он любил так напасть а вызвать ослабление вернулся на то же самое более ну это вот прием еще и петросяна может петра система петросяна слон же 5 где-то петросян тоже но у него именно не было такой концентрации а вот смыслов ты я так понимаю любишь смыслова мне тоже нравится его партия вот он выкручивал фигуры ты в курсе вкручивал вот знаешь вот есть конь его так вкручивают я не знаю вообще это читал все раскручивал что это мекинг очень любил и мекинг тоже здесь это мой смыслов любил вкручивать на ну василий васильевич у него все в поисках гармонии вот эти внешние факторы это вот например некоторые люди там кривляются время партии возьмите там навару возьми я не знаю карлсона того же возьми там в живую ты играл с отрывом накамура накамура с отрывом лидирует на самом деле когда играешь с накамурой по его вот этому по его как бы вот артикуляции жестикуляции можно понять какова оценка позиции если он своим поведением выказывает головой очень интенсивно мне наоборот что на позиция не нравится он хочет таким образом показать сопернику что он уверен это означает что он вот воздастся например я понял и вот характерный момент трансформации оппозиции произошла вот партия ларчиков мне кажется черные должны быть довольны сейчас они что черные решили соединили ладья и белые уже сейчас должны уравнивать этим из представили белого а мне представили вот черными играет даниил ясьмо данили с мой с киева парень из кима ну кстати вот сейчас вот черных вообще полный порядок сейчас просто ладью надо 8 надо ставить замечательно на ф на д-8 здесь как бы ключевой фактор у белых слоны сейчас как-то непрекаянно стреляет не в ту сторону учебных более гармоничные сон и главное у них есть активный план на движение пешек на королевском фланге то есть можно потом изучал план четыре против трех правильно это надо это план три против двух я просто ну ты на высоком уровне нет у тебя очень далеко но смысл в том что смотри как кстати черные пошли нападать на слонов то ну честно говоря в общих соображений немножечко дети любят играть активно они вот нападают саду веншпиль перешел кстати веншпиль сейчас вот кстати вот сейчас пойдешь ладья d8 где-то слона 4 до суд не потерялся у белых еще в 4 и в 5 там слона 4 слон бы 2 что-то это пешка не очень я бы не забрал что знаю такую ладья идет надо 7 я бы тоже не брал активность хотя может быть ничего страшного это все-то подвисает а тут идет следующая пешка ты понял как даниил есть мой играет слона 6 да кстати интересно слон f3 правда сейчас такой обмен ударами владя b1 потом кто кого тут слонит 3 сиди и напасть и забрать да вы бы на фору да 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 за на случай черный голодя b1 ходит ничего страшного для белых не произошло потому что пешки a7 b6 слабые и c4 a2 они друг там друг на друга поменяются ну четыре против трех может быть даже да ничего белых есть как бы какой-то запас прочности небольшой заначка на черный день назовем это так ну кстати да вот сейчас вот белыми надо куда-то ходить слон f3 наверно надо ходить от друга я бы пошел слон f3 забрал бы на а7 и сделал бы h4 форточку что на всякий случай и потом уже пытаться кстати вот со слонами ничья вот 4 на 3 вот если будет да со слонами мне кажется более вероятный исход тут если бы был конь у черных то там бы черный поборолись но дело то что тут слоны опять же если бы черный начнут потом надвигать пешки но слону придется как-то отрывать потому что тут может из 5 же 5 пошла какая-то заруба да на 7 сейчас возьмет на c4 возьмет тоже и вот будет ли брать на бы 6 наверно можно взять на бы 6 ладью очень нельзя что муха первое возьмет на 2 точно возьмем а первые я такую тактику да во первых она ладья большие слон d4 эта тема называется ух ты я-то хотел как лучше да тут же неприятный вот я то думал там какая-то пешка черных интересовалась с матом ну типа в этом плане а тут шашлыка раза вкуснее конечно нельзя не слушай наши подсказки ларчиков не бей нормальный ход проявить пока было ранее аккуратно h3 не h4 h3 поносили столько белый уже не отлично она потом может быть слабо да да белые были сильнейшей стороной то h4 h5 может быть пройти активность было бы неплохо ну вот конечно тут черные выступают данном случае первым номером по времени у людей принципе ну как бы они что-то думают хотя вот начали бодрень от 1 тур и опять же дети как бы что на чем по правильно распроедиться временем в критической позиции как бы не подумали вот у белых шикарная возможность была вот при коне на d5 поставить практические проблемы вместо этого слон же я был такой ход да и сейчас вынужден бороться за равенство но позиция была динамического характера именно фигурная игра была да черный кстати смотри они может быть пешку b5 могут вообще не отдать ну сейчас есть а4 мне кажется ход который снимает вот белым выгодно разменять эти какие-то пешечки потому что иначе будет проблем до 4 ходит молодец карьковская школа не ну два хода пока сделали h3 а4 мы не будем пока вдаваться подробности да не не это человеческие ходы в смысле что он сам должен был их найти тем более парень занял первое место прошло по итогам первое место ему доставил слон d5 так ну вот изолированная пешка на проходная она проходная но двигать весьма непросто например у черных вот белые могут сейчас добыть конструкцию 1 ладья на d1 идет 2 на d3 в 3 слона в 2 увидели что-то понимаю вот это вот не знаю правильно или нет он идет в активность он пытается сзади поставить но устроить этой ситуации белые даже если не хотят забрать на d4 они вот этими тремя боями ладья и слон полностью малисковать силы черных а черным тяжело достичь прогресса было потому что поле белое наверное и вот выгнать ладью отсюда тяжело это наверное пришлось бы как-то короля роль поможет да ну там король свой выйдет тоже не факт согласен не ну кстати понятно что черные здесь борются за победу ну как бы мне кажется позиция еще в пределах ну то есть защитимости черные белые вот несмотря на без пешки конечно черный борется в любой бы здесь играл черными ну как бы может еще не поздно ладья а3 сыграть да пока еще ничего не испортил можно еще не поздно то есть ладья а3 или ладья d1 как-то так да ну дети изжимания 7 линия вот они хотят постоянно там сдваивать ладит и сам понимаешь да но это будет в никуда потому что пешка пойдет просто воздвоение само по себе она ничего не даст всем не продавите слишком мои дети как играть а в дом до 4 до 3 а вот я не знаю он на ладья d7 заготовил но пешка все равно идет же на 3 да да ну вот он готовил ноту еще не включился может максиму ларчика по максима можете денис лисмов с бисовую силу заиграл наш они дети надо могут такие ходы делать что мы не угадываем никогда не ну скажем так пока еще рано угадывать мы тут будем угадывать это тура с пятого начнем то есть пока миссии любим вас подвинулась так может быть чашу делать белым вообще где-то на 4 пока можно поддержать попробовать да там и в 6 не пойдешь меня словно это легче стали пока а слон f4 я думал может напасть на него чуть-чуть да он сразу бьет это мне не нравится хоть сон а 4 кстати был ход дождь у меня тут флочный больше нравится и что там а сейчас если слона 4 пакета там d2 теперь уже нельзя в чем-то раз уже одинаково то есть но не но еще можно вернуться домой так слон же стреляет с 1 нету поле влади а ой вот это я забыл да я всегда пытался вернуться домой ну вот видишь а я тоже я всегда пытаюсь с последним трамваем но не сюда не получается кстати я вот смотрел как ты играл ну болел за тебя в прошлые выходные ты там играл в мемориале стейница было обидно конечно вот честно мне обидно самый момент был когда ты проиграл вот парню американскому джефф фиксион да мой ученик я вот комментатор говорили что твой ученик но я не знаю точно сам знаешь у тебя спросил визера да вот было очень обидно потому что ты владел инициативой хотя позиция была не актив у тебя изначально так как-то там сложил не начало было хорошо потом где-то был какой-то момент где он перехватил я честно я даже не смотрел чтобы не это самое но я как бы какой-то коллапс энергетический коллапс энергетический с учениками играть непросто мне кажется это дело даже не в ученике я как бы почему-то у меня всегда у я всегда плохо играл в близ мне близ очень выматывает я очень устаю для меня например поэтому лучше всего для меня играть в рапит если я там хожу в колею я достаточно долго ну достаточно приличное качество игры могу держать а в блист я не могу у меня какой-то выброс энергии в одной парке и потом провал вакуум как мы решим мы видели твои эмоции как ты там застекулировал то есть это было да хорошо что хоть микрофон не работал а то еще микрофон не работал русской словесности там алексей дреев такой алексей дреев говорю евгений бареев я их путаю дреев бареев евгений бареев там один комментатор значит из канады в смысле он вообще такси из канады на больших так вот я ему дал там ну как бы я сказал что он не в ене баре и петросян сатирик да на редкость в стиле петросяна то есть я ему написал там даже но не посмеялись там вместе все литвинов там все но как бы не решили не комментировать этот момент ну и не надо они разве комментировали мемориал стильность до литви там у них даже в гостях были так кто же у них был в гостях точно были серьезные шахматисты вот я не помню василий михалыч даже может его надо может быть много а может и нет ну тут черные видать должны достигнуть может быть партия здесь лишние они будем на харьковскими так давай посмотрим вот николаевский против броварского бровской это вот в город в котором ты сейчас да в первый раз жизни и раз жизни побывал бровара кстати вот николаевский это по моему третий призер украины до 12 лет а наш играет черными броварской мы смотрим за более в рейтингового секс матиста наш играет черный у него не хватает качества мне кажется тут тоже будет какое-то мясо да ну не знаю тяжело тяжело до открытые линии объекты на всем ладе до 6 пока отмахнуть немножечко фигур да потом заняться забором пишет конечно здесь конечно антону не повезло видать что-то в дебюте он напутал давай антоном вообще не везет сейчас это кстати будет вас когда при капитализме мне везет антон ты там это ну ты борись еще мы там конечно да машина так хорошо а вот вартанян роман по моему с харькова тоже кстати вартанян роман вартанян фамилия такая не по моему из харькова вот у него по моему отец то ли тренер то ли он книжки продает кому тренер и книжки по совместительству по моему этот из харькова они заказывали книги литературу из харькова заказывал мою поколение уже все это что братья поэтому я не знаю молодежи но тут а белыми играет киевский даймонд ну в смысле это так там уж и в тимур я страницу там за лица да рон фокус толковый хлопец все они толковые но сейчас вот вроде как у черных не хватает качества да да и пешка и позиция безнадежно это тема лишнее качество пошло у нас у детей и все дальше следует нас идем дальше идем на борьбу ищем борьбу идем на грозу так давайте посмотрим так ну броварских мы еще оставим на потом так а можно посмотреть такого может девочку посмотрим давайте вот дракошка играет дракошка это вот девочка посмотрим не коза визион это есть по-моему то ли киев то ли адиспания то ли откуда она так а где наша вообще ну пил с испании у девочек все жестко она играется никита не считайла из буча киевская область так ну тут я смотрю что война есть лишняя пешка активные белые фигуры тут уж два слона на два слона какая-то первый тур и лишнее качество тонкого лагерская такая да и все стреляют лишняя пешка слабость на 7 и слабость на и всем вот эта пешка может решить исход борьбы мне кажется пешка опять она серьезная мне понятно как черным нужно вторжение ферзя как-то организовать у них уж как-то но невозможно оторваться от и всем пункта дали нам не больно да очень ну то попытка заявка где-то поставить при случае мату где-то слон до 4 подраживает может быть на на какая-то угроза есть в этом ходе то есть интересных вот здесь можно все равно все совсем потеря 7 наглость и даже где-то в вариантах я смотрю потом ферзь f7 да и можно 6 вроде проходит конечно да вот сейчас на слон до 4 если взять слоном то получим мат сразу до в один ход данному можно поэтому вот дракошка да ника которая вот она взяла ферзем и она знает что будет бить ферзем наверно очень сильные дети какие-то но я не вижу ресурсов за черных скажем так это суперфинал и они отбирались это лучшие дети украины играют поэтому мы смотрим как они играют между прочим вот наша античитерская комиссия она самая жестокая она мало того что блокирует игроков как ты вообще относишься к тому что вот лично мою моя инициатива вот я сделал так турниры которые грузовую я не только в онлайн шахматы еще и в живые то есть дети которые попались и не признались в этого сами собственноручно то есть мы их вывели на чистую воду они не признались то есть есть такие которые признались и тех я не тоже помиловал я министировал им сказал что ребята мы молодцы вы признались участвовать уже можно стукнуть ну что это даст ведь бить не обязательно статью ферзи 2 какой-то ход есть сейчас все все эти два а кстати грозит мат через всем короля всем а если закрыться то шахи до свидания надо как-то срочно что-то делать да но тут сейчас белом нужно куда-то нырять там шахи на битшу может быть спокойно какой-то сделать потому что ну может сначала тогда вообще дать шажочек она пьет кстати это опасно слоном на и всем а вот это потому что она хочет маток матаж нет он уйдет к наш 6 и там мата нету кстати в защиту уже не так просто и времени смотри у вас какой-то ход ферзи в 3 до ферзи в 3 а через один мат все 1 1 да да уже не там все для заходить не к тут заиграла и очень же не к мы болели за девочку чистый потому что мы любили за дракошка что-то тут ну да не кануну длился увлеклась канала злата пешка и всем пешка и все слишком много у нее было вариантов и вот она не уберегла короля делом что действительно грозит маты вот такие ним непонятно как защищаться нету защиты просто походу но я не вижу на солнце 4 шахта же матом пару ходу не защиты то есть надо сдаваться как обидно а может быть дать шах и как-то пожертвовать слона ношу туда но это очень гибель на это звучит на пару ходов да очень жаль нику она должна была здесь победить ну должна была это такой субъективный вопрос да это все даром у должно там кто там кому должен это такой вопрос я знаю что если все кто мне должны они обычно с не прощаются у меня ситуация аналогичная может быть даже более так а вот у нас бровары вперед пишут нам green чес ты завтра кстати будешь давать сеанс да я сейчас выполняю посаженный отец или свадебный не воде мне молодец я тебе скажу что вот знаешь я уважаю людей которые вот могут прийти вот так вот наш многие шахматисты запросили бы какой-то гонорар я вам хочу сказать что антон пришел по собственному желанию как бы я предложил он пришел на самом деле можно сказать что это его похвалил с другой стороны я считаю что это нормальный процесс и люди у него нету короны какой-то на голове да вот у многих шахматистов да это короночка есть сейчас коронавирус это короночка у них присутствует в другом понятии этого слова так но здесь некий не повезло антон пришел принципе сам и вот мы его девочки только атакуют пишут антон сергеевич привет это максим павла ой максим павловую максим павлович это евчин наш любимый евчин максим слышал такого киевская вот он тебе передает привет если что некая завезенный заделон и максим павлович это он себе комплекс наполеона так применю отчество максим придавается комплекс заканчивая до максим павлович мы-то тут спокойно играем да так а давай посмотрим цитноты кстати а вот цитнот сама ненков играет черными сама ненков извините пожалуйста мама мама мне писала вредь семен речь пожалуйста вы можете говорить не сама ненкова с момент я говорю конечно золька ради вас я же не знаю как точно всех них там 150 человек детей и все к нему так играет слишком грамотно времени ну тут у белых скажем скорее закончится время но и позиция похуже убежать надежно совершенно поэтому то есть очень тяжелая пешка падает да здесь конечно не повезло немножко да не данилу данила играл это у нас чисто данила будей мы должны просто всех наших товарищей как-то по возможности освещать будем не но здесь и время закончилась и позиция принципе плохая конечно немножко не марселем ходом так есть еще у нас первый тур вот играет она она точно знаю что это моя анна из броварова наград белыми и вот не везет ну да ну вот скажем так мы четвертый разряд но она играла последнего до последнего патрона она играет до последнего патрона я вчера кстати давал матч сеанс со своим броварским шахматистом мне удалось даже выиграть случайно но один парень сидел со мной ничью дедок да не он здесь играет в турнире посмотрим за ним может быть как-то первый раунд закончен но пока впечатление еще размыты мне кажется все рейтинг фавориты они победили вот еще пока непонятно кто о чем то есть понятно что есть свои фавориты то есть понятно это вот и саму ненков игорь и артем берин это считается фаворитом мы расчистили путь для них то есть путь был нелегким первые три раунда это была борьба с читерством такая жесткая причем самое смешное что сайт ческом давай мы какую-то партию выберем для просмотра давай посмотрим вот как играет броварской шахматист пока еще и шанс то андрей артемов играет черный против кулепестина пускай она просто идет а мы попытаемся тему читерства немножко затронуешь значит вот хотел у тебя спросить значит я не успел просто рассказать значит вот я решил сделать так вот люди которые не признаются в этом мы и мы их баним и в живые шахматы на время замечательные как ты считаешь это нормального почему нас это жестоко вот мне говорят что это жестоко я говорю что они жестоко обыгрывать детей в интернет-турнире с помощью подсказок компьютера это не жестоко по твоему мне кажется что это жестоко почему они должны страдать тоже вариант я воспринимаю это стоит с точки зрения что люди которые например дети на себе дураки потом можно сказать очень тяжело до усиливаться в жахматах прогрессировать это вот издевательство использования компьютера детских турнирах это издевательство на теме то искренне тренируется работает уделяет этому много времени да вот как бы это форма издевательства и поэтому тут любое наказание мягкая ну вот я решил что вот я не буду допускать у нас кстати я забыл сказать всем сказать у нас есть спонсор этого турнира детский медицинат алексей ковылин мы ему благодарны что он вот так вот нас помогает и он делает это бескорыстно и он даже не хотел чтобы его называли здесь но мы так найти из доброй души почему не назвать у нас есть еще спонсоры которые то есть как бы нам помогают частности детям я в основном специализируясь на детских шахматах мне кажется что надо вызвать именно эту отрасль именно взрослые шахматы конечно это интересно но дело в том что взрослые они не совсем благодарны мне кажется детей надо ли очень не благодарного я тут вот интересный момент 7 а что там было ход конь g5 такой очень интересный ход вот здесь конь g5 да здесь могла попытаться и 6 готов 6 конь g6 это же не мат нет не мат но я забираю наш 8 а потом и кажется что угольные 8 закроется не может не так страшно но там уже не страшно интересно интересно потому что лазер по заметили на замете как антон видит сразу тактику конь g5 это такой ход который сразу не ну на самом деле после размера на джиан дартный у белых просто стабильно хуже слабые очень белые поля надо ли ходить на 5 с такими слона мне кажется что потом и 5 где-то надо проводить мне кажется пока усилить стана до 5 ладья 8 слона 6 слон d34 как-нибудь вот так вот поставить этот слон пока миссарает не ахти хочется его поставить куда-то сюда и он ходит b5 ну черными играет андрей артем это бровской шахматиста белыми играет кулипестин это нежинский недалеко грубо говоря нежин это теремская область от нас недалеко ну бы 5 это детям более понятно они хотят на это план он сам по себе неплох но если например сначала пойти опять свой нашли слон d34 то прислание на d3 это атака на к пешечное на движение на ферзи на фланге значительно опасно я бы так вот ферзи 4 не я бы тоже опять вошел мне бы 5 не мне тоже нравится ход бы 5 он идейный вот очень тяжело в детях развить именно ту идею чтобы они играли идейно вот я пытаюсь им дать вот не болен я не дрессирует теоретическими какими-то до начинками хотя я я просто их приучаю стараюсь им объяснить что они должны теорию сами изобретать изобретатель она уже изобретена они должны сами ее учить эту теорию я не могу папа карло и мучить и туда главное я им пытаюсь донести важность полей важность плохих фигур вот эти все моменты пытаюсь до кут усилить фигуры насчет угром на плану да интересная такая история вот многие великие шахматисты очень интересно смотреть именно их детские партии вот например партии юного каспарова карпова я например с паскова объединяет то что у них игра без бессмысленных без ненужных ходов вот на самом деле уровень индейности очень высокий взять я смотрел уровень и на смысле партии молодого карлсона вот именно еще такого мало карлсон уже родился родился среди нам 2 750 а поменял памперс уже 2 800 поэтому тут как бы карлсон даже новая эпоха это не такой показатель мощный фахматиста так что-то там пишут у антона хватит на вас двоих волосы есть в антона хватит надо ребята у нас все четко на двоих у кого-то должно быть больше у кого-то волосатость по стране до вместо короны так болеем за анну из бровары так ну нас поддерживает ребята из green чеса и может это валерий гринёв там или там у них много организаторов тоже молодцы ребята они проводят как бы детские турниры не просто ну вот они выбрали немножко вот такую мягкую стратегию они вот этих детей которые читерят они как-то их мимо обходят они их опускают говорят что правило ну как бы отдыхали а мы мы стараемся делать жестко мы стараемся показать что ты нарушил ответь за это чтобы больше не вообще мне кажется вот это читерство конечно это элемент воспитания родителей частности но это еще элемент воспитания тренера мягкость тренера не знаешь как бы тренер если тренер ведет ребенка из детства а вот сейчас тенденция такая что много тренеров меняются там 500 тренеров у человека да то есть и это попадается мягкий он где-то в вальяжничал то есть дети они как бы не знаете нарушать правила это же изменять правила игры во время процесса это наоборот это интересно но в дом данном случае мне кажется что это нарушение действительно серьезно и это обижает других детей конечно просто часто до чидорства до сплощения родителей делается еще да и родители тоже играет не последнюю роль в этом к сожалению есть даже родители которые помогают конечно я даже знаю это вера в исключительность своего ребенка это и люди как нужно ничего ничего святого причем что вот у меня нужно и расстрел мне кажется вот у меня кстати вот мне нравится позиция черных ну хотя где-то вот ход f5 на повестке дня должен быть мы возьмем у белых у черных самые сильные фигуры это без альтернативный белопольный слон вот опять же опять слона шельская зонды 3-4 например неплохой маневр но хотя бы пока его на 6 может он где-то на едва потом по принцип самой худшей фигуры по дворецкому но тут он и самая худшая наверно но как бы самая перспективная перспективная то есть у черных тут есть еще чем заняться там линию прихватить но дело после меня сама по себе ничего не дает вот например вот черные ладятся 8 пойдут белые а там 5 ходит так андрей ты смотришь трансляцию или нет выключай не но мои шахматисты они не смотрят они повтори потом смотрится нормально мы не я не кстати вот только дамы не ну на самом деле мне кажется это подъемный ход для ребенка ну вот смысл как бы а читерстве можно долго разговаривать просто мы сделать подытожим что это действительно плохо и вот те как родители которые поощряют эти тренера которые закрывают глаза мягкотелые тренера они делают как вот им родители платят деньги за занятия хорошие деньги платят я уже насчитал таких несколько родителей на своей совести то есть я видел таки они платят деньги f5 но это с целью предотвратить активность соперниками да мне кажется это неплохой ход не слон пойдет на 6 конечно конь вернется на и данную ну слона 6 ну и в слона 6 пошел ну да ладно да так а что родители деньги они платят деньги тренеру хорошие деньги день я сами говорят что вот мне хорошо платят я общался с не знаю я не буду говорить кто ни в коем случае не подумайте что именно вас говорю там их много было так вот они вот не верят писать не верят в читерство я говорю вы посмотрите партии вы же довольно специализировать специально вот например тот же фингеров вот он тренер был 1 тренер одного из этих людей говорю ты посмотри дима партии ну ты же международный мастер по шахматам неужели ты не понимаешь что происходит он это не математике достаточно одного доказательства в истории минимум 5 как калмогоров академии из историков стал математиком 5 в истории нужно а в одессе я не знаю даже миллион не является доказательством поэтому да вот там и знаешь как он ответил значит я просто отвечу продавский юмор как раз значит и когда я спросил там ну неважно у мамы значит ответ был такой смотрели партию ну я посмотрел три партии в одной из партий он сыграл сильнее чем обычно ну по его мнению ничего необычного не произошло а вот сигнал сильнее чем обычно к мягкий одесский ответ можно сказать одесский юмор пока пока говорит не признался говорит пока ческом не забанил ничего я тоже я раскрою всем нашим зрителям в чем суть ческома и как он работает что все знали многие там заду вопрос ну как ты семён можешь банить там игроков так просто самую еще раз я сам не баню у меня есть помощники это гроссмейстера и мастера которые добросовестно опять же таки бесплатно помогают они не заинтересованы в твоих учениках которые здесь играют зарубитесь я нанесу это бесплатно делается все я за это не получаю ни копейки мы делаем это только в целях ну как бы сейчас коронавирус этот пандемия мы делаем это в как мне надо что делать хорошие вот спонсоры нам дают деньги они делают что-то кроши мы делаем свою очередь что-то хорошее мы отдаем все деньги на призы а сами работаем бесплатно нам это интересно это мне кажется интересно так вот сайт шизком сейчас перегружен там порядка миллиона пользы миллиарда пользователь я даже не знаю сколько миллиарда польза интересной страшно пользователи очень много идет о том что в одном того китайскую кôiз может быть очень много пользы и вот чем отличается сайт ческом платный сайт тут есть платная функция от сайта лечес который бесплатный на лечесе банят сразу могут забанить это хороший сайт лечес мы не будем его вот там как-то быстрее говорят работает но там от есть элементы какой-то ошибки здесь на ческоме они проверяют две недели нужно две с половиной есть разные виды проб чтобы понимали есть прямая проба есть непрямая проба непрямая проба это когда вот я взял телефон и начинаю до оценка хорошая так ходи до 5 мама сидит рядом стива говорит так сынок тут надо ты 5 5 говорит точно маму я хотел е5 нет сынок до 5 плюс 05 а и 5 плюс 07 до конца говорит 07 лучше чем 05 ну то есть как бы так так что нам тут пишут показать что-то показать подождите покажите гроссмейстера который банит в эфире выгоните его из кухни нет это не он банит это решение принимается единогласно то есть ну вот отвечая на вопрос как вот как вот мы баним детей групп не хочется банить детей ну как мы баним есть совет глобное место это может быть skype место то есть естественно ночное это обычно ночью должно быть присвящено ритуальное такое ритуальное до ритуальное и до двух часов ночи знаешь вот эти беседы там обсуждения если все члены совета у нас семь человек если они все согласны с решением мы баним если один не согласен вот был у нас случай как раз ложка жили присяжных да да единогласно решение только подтверждать если сомнение хоть одно мы не баним вот мы не забанили одного человека один раз в турнире хотя в 6 было за один сказал что есть сомнение мы не забанили на следующий бы забанили то есть может мы сделали ошибку сразу но от того что вы выгнали совет конечно не они выгнали мы ему заместировали то он нормально мы не выгоняли да ну дело в том что за сомневаться может каждый смотри вот как черные зашли по линиям но есть момент да ну и 6 не знаю тут например будет охотача слоны в 6 нельзя сказать что он кардинально меня 6 и потом на и 5 куда-нибудь да напал на же всем сказать на ферзер всем надеюсь 6 какой-то удар есть нельзя сказать что он кардинально что-то меняет вряд ли но в целом после ослабления из 5 уже у белых появилась какая-то контр игра да есть какая-то зацепки ну конечно владение линии c вот мне нравится шумой шахматист вот мой ученик играя как-то так более жестенький и слона заметил на 6 тоже поставил может быть если слон перейдет на и 4 песочках будет слонка здесь скрывать линию мне кажется опасно много дополнительных фактор только для белых водя с 1 войдет в игру можно пока плюнуть или вообще плюнуть и показать вот так перевод слона на и 4 это будет к людям тяжело плюнуть на пешку я говорю вот я как бы я не знаю ты вообще ты тренируешь более таких уже серьезно лишь они вот не могут плюнуть на пешку никогда один ученик и я к сожалению там не это самое не могу не могу проявить себя в полный я слышал кстати краем уха не знаю правда или нет что ты вот хотел набрать какую-то школу в киеве почему она существовала я две две серии занятий прожил и в чем в чем проблема что не случится не получилось но как бы мой энтузиазм он никем не был поддержан но вообще в оригинале это задумывалось потому что хотел очень вот этот вот квант энергетический сообщить своим коллегам и приобщить их к занятиям с молодежью но к сожалению никто не откликнулся потому что сейчас у многих шахматистов тут у нас есть так получается у них как бы деньги на уровне религии даже больше и там а самому заниматься очень большой очень большой интеллектуальный вброс я бы с удовольствием работал в условиях например 10 дневной школы я веду 3 дня занятия еще кто-то ведет из 1 месяцев и так далее мы бы составили программу распределили нагрузку но никому это даром не надо может быть мы подумаем над твоими словами сейчас и мы может быть что-то такое подобное будущем попробуем организовать я уже как бы к этому охладел у меня сначала у меня сначала был вот этот импульс а сейчас я думаю что мне больше всех надо вот в том-то все дело мне кажется вот я я вот в каждом эфире ругаю нашу федерацию и киевскую и украинскую всех ругают честно я бы хочу ругать вот мне кажется что вот такие кадры как антон должны вот все таки если они тем более сами хотят помочь их нужно хватать срочно за руки говорит антон давай вот почему вот тебе клуб то все давай вот работа если хочешь мне кажется так надо делать большинство кадров украине они уезжают за границу то есть вот сколько у детей вот тех же там нижники возьми там штамбуле все уехали на бортник штамбуля книжник кого там еще назвать можно да много там ну и так что кто-то из них стал бы там сильным шахматистом но смысл смысл в том как бы работа с молодежью интересно еще важный момент я в киеве достаточно давно живу я вижу как вот бездарно отвратительно работает многие тенеры вот это прямо на глазах особенно меня дико раздражает когда люди создают знаете как это как конвейер некоторые и пытаются одной книгой за которые заплатили 100 гривен оплодотворить максимально можно до 5 разряда до кандидата мастера одно и то же вот это вот как бы не знаю ладно не будем вот это нормативную лексику но это дико раздражает ужасно и люди в этом не видят ничего засобного еще многие таким образом работают это просто попытка откачивания денег вот это вот это не будет никогда на слышке я знаю некоторые тренера вот эти раскрою секрет может быть ты не знал потому что здесь секрет значит некоторые тренера в частности киевские целые школы известны я не буду называть прямом эфире все знают но мы говорим именно важно вы знаете к вам я говорю да так вот они уже напрямую перешли на вот эту тему то есть у них текучка кадр здесь такое понятие . они набирают начинающих новых начинают это у них в образовательных целях так тогда не называйте свою школу шахматной школы называйте шахматный кружок я так считаю образовательная цель тоже мне интересно работать отлично у меня нет образовательной цели нет я работал были вот детей было мало это тоже никому отвлекали на стол но были очень толковые дети просто замечательные себе беде работа я бы с удовольствием там как бы курировал в дальнейшем но я короче в общем охладился проблема проблема не тут не в тебе проблема все нормально у тебя был хороший позыв я считаю что это правильным если он тебе вернется ты знаешь позвонить если что мы попробуем тебе сами позвонить первыми да попробуем позывы тот еще раз призвать если получится у нас но смысл в том что понимаешь чем дело яна слова на ветер не бросает если я сказал я вот сделала но это неплохое слово но смысл в том что вот вот не вот действительно вот тут Похабно работает вот это все вот эти спектры. Не то, чтобы есть талантливые дети, есть куда расти, есть куда. Но вот они любят собираться там где-то на кончезаспе и говорить между собой о каких-то тенденциях развития. А в мере, вот если работать конвейером вот таким вот, как это делает учимые, то, наверное, у нас тут через полгода Магнус Карлсон новый, Фишер новый станут бесперспективными. И они как шахматисты закончатся вот на уровне слабого второго разряда и все. Вот им еще говорят, что Борис Полиц и Бурдалев тоже утечка кардров. Ну вот Борис Польца мы знаем, Бурдалев тоже хороший шахматист уехал в Чехию, но я даже не слышал, честно. Да, ну он просто даже не красмейстер еще, ну как бы мы знаем, я знаю просто Кирилл. Всем на все наплевать. Даже Кислинский, Кислинского ты знаешь, Чехов с Чехом стал. Он у меня, кстати, Кислинского потеряли, мама! Потеряли кислого, да. Так вот, читер нам пишет, такой ник читер. Ну это, как бы, такое бывает, да? Так, винчез это турнир, а призы там есть. Он спрашивает, если там призы. Так, Семен, обязательно надо что-то организовать. Очень здравая идея. Так, ну хорошо, ребята, вы придумайте вопросы Антону, а то я вот у меня есть еще в закромах там вопросы. Я ему задам, конечно, но вы свои вопросы знаете, что вы хотите, да? Как мы могли Кислинского забыть? Так, ну вот Кислинского мы не забыли, все нормально. Леша, он мой хороший друг, он всегда с нами, да. Так, ну вот здесь, давай вернемся к позиции. Вот наш шахматист, смотрите, как они долго произошло. Вечный конь появился, но есть момент, где активный ладень. Да, но перед этим у него был какой-то был период раньше, доминация коляна слоном. Да, да. И вот нужно было, конечно, не менять через ней, а на их именно. А вот сейчас, кстати, вот позиция неясна. Ага, решил пожертвовать. Мне кажется, не совсем. Мне надо, скорее всего, не жертва обмен, да. Ну, король всем конь и 5 тоже там. Хотя, ну, может быть, какие-то шансы. Ну, тут у черных не хуже, что вот ладене 6. Не хуже, но, а белые ничем не рискуют. Черные должны как-то, если они поставят слона, в принципе, а связка там, наверное, нивелируется, как-то можно как-то нивелировать связку. Ну, если стать уходит, даже на одном флоне. Владя b2, смотри, он играет, смотри, не защищает, он король b1, да, может сейчас, он пытается атаковать. Слон f1, шоп. Ну, смотри, у соперников 40 минус секунд на 50, тут пошла жара. А у вас же без добавления. Ага, да. Давай слон d3, слон d4, ах, не уграл. Слон d3, слон d4, было неплохо, классно, да. Ну, и же 5 было неплохо. А, и же 5 был, да. 5 был вообще классно, мне кажется. Сейчас полиция делая, сохраняем. А тут Владя до 4, шаг есть, да, надо 1. А что не взял, вот не взял, видишь, попалишь. Попалишь в 5, сейчас. Сейчас конь в 5 получил. Попалишь в 5. Начали паниковать. Вечное преследование, это вот как раз в стиле Анатолия Григорьевича Кузнецова, выдающегося. Не, ну, тут на дом фланги конь, конечно, будет доминировать, но, кстати, слон d5, очень такой, знаешь, что-то, 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 что-то не так просто, все. Пешку надо съесть, мне кажется. Там в 5 и ладья же 7, да, вот эти моменты, шаг дают, и что будет делать? Слон е4, отрезал коня, да, аккуратно. Кстати, какой толковый ход, сейчас взять можно. На f5 король можно вернуться королем, не решил не бить пешку. Пока игнорируют материал, дети сейчас, кто-то при капитализме. Ну, вот сейчас пойдет срубка флага, да, неотъемный атрибут 90-х. Ой-ой-ой. Не, ну, кстати, черные должны устоять в этой мяч призвойной пешкой, как ты считаешь? Ну, конечно, взял, ну, это зря тоже, может, еще нет? Ну, зря он взял, наверное, время просто не успел. Ж6, кстати, наверное, ничего, да? Не, ну, король, если пишешь, наверное, что-то сложно, а еще до конца же 5, не, наверное, уже нет, уже ослабился. Уже ослабился. А, нет, забрал аж, ж5, аж, а правда, королем можно побить на ж4. А если взять и ж5 сразу? Взял и король ж6, и ничья была красивая. Не, на ж4, как-то еще могли забрать. И потом король ж5, и ж5, и расстроить их за счет. Ну, здесь безнадежно. А ну-ка, посмотрим, патт не будет? Андрей, ты сопротивлялся как бог, можно сказать. Просто времени тебе не хватило, но ты молодец. Ну, не хватило жесткости в Бетельшпиле. Где-то не хватило жесткости. Надо было, как-то он пытался и вторгнуться, и пешки. Слонания разыграл вовремя, ну, что бывает? Да, такое бывает. Так, а вот кого-то мы еще застанем. Вот у нас есть любимчик публики, это Коля. Коля 5, это из Винницы. Да, он мне помогает все время. Тут Коля нелегко. Семенов Степа из Киева, по-моему, он его обыграл. Только жмат поставил. Ну, я за Колю всегда болею. Он нам обычно в чате помогает. Он пишет там, ребята, пишите, не забывайте свои имена, фамилии. Ну, то помогает нам. Это хороший парень. По-моему, Бубела Коля, я уже даже выяснил, кто это. Коля, 2011 год рождения, первый взгляд, Бубела Коля. А фотография на Гарри Поттера? Похож на Гарри Поттера, ну, не факт. Может, это Гарри Поттер на него похоже. Все такое может быть. Так, ну, хорошо. Так, второй раунд у нас за нашими разговорами быстренько. Вот последняя партия. Максим какой-то играет. И черные победили. Максим сбил флаг, да, вбитая ничемная позиция. Да, сбил флаг, да. Не, ну, вы знаете, это элемент. Это элемент борьбы. Я вот, честно сказать, я думал о том, чтобы был дополнительный какой-то контроль, но я отказался от этого. Так, давай посмотрим кого-то, вот третий тур, кого мы еще не смотрели. Он уже третий покатили, да? Да, два тура уже прошло. Кстати, ты хочешь чай-то кофеюк? Да, давайте третий тур. Я, естественно, упустим шедевр шахматного искусства. Шедевр Марченко Лиза. Я просто пытаюсь найти какого-то, кого мы еще не смотрели. Вот, чтобы было интересно нам. Того, кого-то мы не смотрели. Просто хочется максимально всех задеть, как бы, да? Ну, да, посмотрим Аркаша. Это вот из Киева парень кляштерный или крашторный. Кляштерный, по-моему, Аркадия. А белыми играет Аркадий тоже. Я просто выбрал, потому что два Аркадия. Ну, то есть, залазишь, это интересно. Когда Аркадия игра. Скандинавская защита. Я со старта оценил. Вижу. Очень скромно играют белые. Ну, скандинавская опасная. Ты 4 оторвешь, потом 3-0, и ладья с до 8 дает. Да, да, согласен. Сейчас как в шахматы при капитализме надо играть. Господь послал пешечку, возьми, поблагодари. А без лукавой играет, ты художник твори. Вот так партии проигрываются. Согласен. Поэтому скромность сейчас прежде всего. Отзываться от ферска. Ферс Е2 какой-то такой ходит. Ну, это 3-0 хочет. Ну, вот, может быть, намерение надвигать пешки у Аркадия. Да, Аркадий, кстати, вот белый. У какого из Аркадий? Вот черный играет Аркадий Кляш в стороны, а белыми играет, давай посмотрим, чтобы... Есян Аркадий, Есян. Не знаю, с какого города, но у меня там все записаны, как бы, но я вот, честно сказать, тут они не пишут, поэтому я не скажу. Так, ну вот, мне нравится позиция и белых, и черных, скажу честно. Обоих. Обе стороны не достигли уровня. А вот тут, кстати, наше 6-7 опасно ходить, а мы в 4 будет. Ну, вот, в 4-е-6-6-5, там, может быть, неприятно. Да, она сейчас, аж 6-5, сам понимаешь, да? Сам понимаю, да, не очень. А можно сказать, что сделать 3-0, а потом и... Да, это уже не так, конечно, белые. То есть, по-моему, белые обхитрые. Какая-то, я вот, кстати, не видел так, чтобы играли. Интересно, наверное, развивать на и-5, все-таки при пешках С2-Д3 при таком заборе положение основной на и-5. Ну, а детей выучили, сказали, ну, как бы, если слон может куда-то пойти на и-5, то надо идти, да? Да. Ж-5, кстати, пошел, тут я не согласен с этим решением. Да, Ж-5, потом дырка на и-5, непонятно. Вот можно было идти в активность, там уже пойти, где-то даже и в-5. Конечно, я бы так и пошел, да и в-5, а потом Ж-5. Да, да, вот так вот надо было идти. Мне тоже кажется, это было. Вот, кстати, одним ходом. Вот, я не имею ничего против. Причем, смотри, 9 минут у Аркаши, у одного и второго, и они вот так быстро принимают решение, в дебютной стадии. Вот, ребята, задумайтесь над дебютом, в дебюте надо играть более немножко плодотворно, немножко подумайте. Почему даже женщины надо сильные забывать принципы развития фигур, принципы развивания дебюта. А ну, пример кого? Ну, не будем, фамилии зачем? Просто забывают там вот. Так, хорошо. Решат этим. Антон, как относитесь к улучшению алгоритма поиска хода у шахматистов от первого разряда? Что посоветуете? Это Максим Евчин задает вам такой вопрос, он ему интересно. Пользователь с ним методом и ваше мнение о этом методе. Такие вопросы. Как я отношусь? Алгоритм поиска хода. Такой сложный вопрос. Это какие-то вопросы такие. Это вот такие научные вопросы. Ну, смотри. Это, я ранее тут предскажу, что отгадал всю букву, но не смог назвать слово. Лучше тогда про Дорфмана, более понятный вопрос. Хорошо. Насчет Дорфмана, вот очень интересная книга, но примеры, на мой взгляд, которые даны как олицетворение, как практического применения нет. Примеры достаточно посредственные, и сразу метод этот научный, он как-то выглядит немножечко не так. Ну, а сейчас вот мы видим ход слон G3, например, метод шахмат. Два раза в дебюте одной и той же фигуры. В чем смысл хода? Ну, на самом деле, пешку защитили, и пули D4 приходили. Слона в 0, мне кажется, уже было. Конев 3, слон G2. А там вот D4 могло последовать. Да? Да. Ну, а мы разобрались тоже своего. Не, ну, я чисто так, я вступил на черную сторону. О-о-о-е. Так, слон D6 напали на пешку, кстати. Стратегически безнадежно. Не, я читал метод Дорфмана. Мне кажется, что, в принципе, книга полезная. Я не всю прочитал, я честно скажу, у меня не хватило времени. Обложка хорошая. Я вам скажу, что, как бы, книга, наверное, неплохая, и шахматистам, юным особенно, от первого разряда, я советую, не раньше. Вот второй разряд, мне кажется, не надо её и трогать, а вот от первого разряда уже можно её и трогать. И ничего плохого в том, что вы её посмотрите, нету. Оно вас ничего плохому не научит эта книга, мне кажется. В советское время был такой анекдот. От чего больше польза? От телевидения или от газет? Конечно, от газет. Можно хотя бы селёдку завернуть. А на самом деле книга интересная, она интересная. Есть там примеры и хорошие. Там есть минусы. Ну, это, скажем, такие минусы, они большинство. Не знаю, я не понимаю, где проходит этот терминал. Король Д2, ты видел только что? Да, водоразил. Да, ну что король. Аркадий, вы только что заставили нас засомневаться в методе не то, что Дорфмана, а в методе вообще всех. Ну, сейчас второй Аркадий может Д4, уже позиция созрела для удара. Конечно. Он неплохо смотрится. Найдёт или пойдёт конь С6. У нас забит, но и в С6 тоже неплохо. На конце 6, Куни-6, С3, С4. Вот именно на С3 пойти и Д4. О, Куни-2. Куни-2 держит. Ну, вот это младший с нас в ходу после короля Д2 Куни-2, развитие немножечко, наверное. Немножко. Дело в том, что вот этот ход G5, который сделал Аркадий, с него всё началось. Да, вот это было по структуре. Слон, видите, работает. И вот пешка дальше не идёт. И вот упирается слон в эту пешку. Нам это не нравится. Да, вот сейчас пешка на С2 везет. Мне нравится, как чёрный играет. Хотя в дебюте они могли страдать. Вот если бы в 5, там пошли, они не хватали. Ну, чёрный такой, миллионеры струщёвно. Кстати, по поводу анекдота вот этого про Чукчу, ты мне сказал. А я вспомнил анекдот про Поле Чудес. Когда вот угадал все буквы, но не смог прочитать слово. У меня такое часто в жизни бывает. Да, так, что тут напишите? Так, метод просто так. Неотъемлемый атрибут парковой школы, рубка фла. Ну да, ребята. И всё-таки хочется узнать у Антона Сергеевича, хочет ли он открыть свою школу. Не, ну, мы же вам уже сказали, ребята, может быть, я поздно читаю сообщения, но смысл в том, что мы, может быть, к этому вернёмся, пока Антон энтузиазм немножечко потерял, ввиду не своей проблемы. Да, это просто, скажем так, текучка. Семен предложил Антону чаёк, это значит, Антон приехал в гости. Это у нас что-то логично. Окружная дорога, подумал, что Чёрлис. Да, это интересно. Так, Коля Абубела не похож на Гарри Поттера, а у него фотка Гарри Поттера. Я абсолютно с вами согласен. Это Иркюль Пуаро. Да, это вот вы догадались, да, и с первой раза, с первого раза догадался чего. Так, ну хорошо, белые укрепляются. По 7-7 на 5, ну как бы, у чёрных позиций лучше, мне кажется. Вот где-то вот чёрным сейчас, хоть чёрный, кстати, Аркаша думает, как ходить. Неужели он думает о таком ходе? Ну тут понятно, да, не хочется так ходить. Ну, я лис на повестке, да, всё равно Т4, очень неплохо смотрится. Т4, а что там дальше после взятия будет? Ну, на Т4 висит же, да? Взятие чем? Лошадью, наверное, она сначала. Лошадь или лошадь убить? Да. Ну, в смысле, лошадью взяли, лошадью взяли, слоном взяли, и слоном на Т4 тоже взяли. Да. Конечно, хорошо для чего, ладья Е8, но я подготавливаю, знаете, такой планомерный подход. Ну, вообще, в свете того, что позиция рано или поздно скроется, Т4, вместо лотина Д8, конечно, там она может максимально, ладья Е8, Е5, Е5 будет. Ну, он просто задумал ход Е5, может быть, это у него... Он на Е5, Е5 вот я боюсь, что... Ну, Е5, Е5 в зарубу пойдёт такую вот. Вот сейчас вот чёрными где-то вот, не, ну, А4 как-то слишком уже, это я далеко заглянул. А белым нечего делать, им надо как-то заблокировать по Немцовичу вот это всё, но не получается как-то, да? Я думаю, что если пойти в Д4, то там сразу конячка поскачет, да, на поле, А5, на С4. Конечно, Д4 сильная служба, сразу на С2 стреляет, коня преддумал, сразу разломать позицию. Коня 5, если там С3, то там не только конь Б3 тактический ресурс, да, ну и там... Б6, это крепко, на СМ, чтоб не висело. Б6, может быть, я не знаю, смысл Аркадий, ты вот... Чтобы на С7 не висело. Тренеру своему расскажешь, зачем ты ходил Б6. Наше предположение, чтобы на С7 не висело. То есть, в этом моменте. А с 4 это укрепился. Да. На всякий случай, да. Ну, то есть, это полезный ход, это логично. То есть, пока миссия, они вот карты не открывают. Ты в покер играешь? Не, я даже правил, не знаю, боюсь, что деньги... Не, вот ты не играй, честно скажу, не играй. Покер, это вот многие шахматисты играют в покер. Что, много денег проиграл, то, наверное, в покер раз... Много выиграешь еще, не дай бог. Да, много выиграешь. Да, из-за этих предоображений я тебе советую. Ну, выиграешь много денег, потеряешь цель в жизни. Не играй в покер. Там у меня цель давно уже потерянная. Да ладно, я верю еще в твои свершения великие. Я первый раз с тобой сыграл партию в далеком каком-то году в Харькове в Бирминводах. Ты это не такой далекий был, господи. 2000, по-моему, второй это был какой-то, четвертый, четвертый, четвертый. Седьмой, может быть. Или девятый. 2008-й. Давно это было, да. Вот там мы с тобой сыграли. Кстати, у меня была хорошая позиция, но ты вот там на флажке, там еще были флажки. Ладно, да, не будем. Да, вот я как-то не помню. Есть истории, которые нормально не делают чести. Не, на меня произвело впечатление, то, как ты тогда разобрался в ситуации быстро, так четко, и так, знаешь, навесисто. Мне понравилось. Действительно. Так, ну вот, пошли какие-то вскрытия. Ферзи в 5 сейчас будет, да. Так, вот в чью пользу это все. Ну вот, белый как-то вот преуспели. Ферзи в 8, то есть, ну как-то, как-то вот черные играли слишком пассивно. Мне кажется, они могли и по активным. Д4, если бы не надо было, надо было Д4 ходить, конечно. Так, ну вот сейчас вот белый, кстати, вот сейчас по линии F начнут играть. То есть, пешка на F7, ход в G6 всегда грозит, да, где-то. Ну, сейчас только может Д4 есть ресурс. Сейчас тоже есть Д4, но он наконец-то пошел Д4, да, все. Сейчас слоны в 2, наверное, надо дать, чтобы быть здоровым, наверное, да? Да. Мне болезнь, да. Все-таки так надо пойти, да, это будет лучше, чем не, ну, как бы, да? Сейчас другой стороны, слоны в 4 есть ход. Я только хотел предложить, а вот Акаша нашел размен. А, да. А вот конь возьмет, да, вот я по Ферзи не менял бы. Коню надо брать, да? Дело в том, что как-то опасно стало у Черных. Да, что-то король на Д2 никак не может попасть по наручке. И Ферзи. Казалось бы, король в центре вроде должен страдать, а вот Черные не сделали ничего, чтобы он страдать. Ну, не вскрыли, так как это, Ладии не вскрыли. И вот этот вот большой ресурс танковый, Ферзь Б8, Ладия Ц8, Ладия Д8, он стоит мимо. Да, мимо, мимо кассы. Да. Да, вот Черные не добились, у них было все свои возможности. Да. А сейчас будут страдать, вот сейчас пешка висит, G6 ход висит. Кстати, можно даже этой ладьей усиливаться, не обязательно. Да, на самом деле там у Черных позиций замечательно, наверное, по-прежнему. А как ходить? Ну, я не знаю, есть ход Ферзи 5, есть ход Конь Е7 пока. Ну, срочно централизовать, вот Ферзи 5 я бы тоже так пошел. Уже хочется уже хотя бы Веншпельт получше пойти, чтобы Ферзи 5 не заяц. Он что-то, он медленно как-то играет, медленно трактует. 2,40. Аркадий молодой шахматист у нас, я вот не помню, сейчас есть у нее там год рождения написано. Нет, у Киев, ну, по виду такой маленький мальчик. Ну, что это вторая фотография. Ну, может быть и так. Так, ну, хорошо, смотрим. Шесть минут у белых, конечно, по времени давят страшно Аркашу из Киева. Аркаша давит Аркашу. Один из Аркаш давит другого Аркашу. Вот у нас сегодня такая тема. Мы выросли двух. Ж6. А что? Ну, типа, если бить, то там хожу. Все нормально, да, все классно, да. Не, ну, просто это какой-то ход такой. А конь на Ф5. Это? Читерский ты хочешь сказать? Ну, это ход такой. Он в таком режиме любому гроссмейстеру сделает честь. Ну, кстати, да. Значит, Аркаша у нас играет три турнира, мы его партии часто смотрели. И вот он просто сделал такой ход, молодец, да. Хороший ход. Марик, коня на Ф5, как крепил, да? Конь H5 где-то есть? Нет, мне он хотел его манула, ладно, что он. Не будем об убогих, да. Не, не надо. Тут точно за Аркашу заступлюсь, за вот этого, что я не имею в виду. Все нормально. Ребенок сильный. Ребенок нашел. У меня учусь. И мы учим. Я тоже учусь, кстати, на их них партиях. Иногда есть такие шедевры бывают, что я тут сижу в комментаторской будке, и мне вот не по себе становится самому. Мне кажется, что мой профессиональ так. Стоит без горючего. Стоит без горючего. Дмитрий, Дмитрий пишет. Не тот ли это Дмитрий Джупин, который директор парка нам пишет? Знаете, директор парка? Шевченко сказал. Это субъект зомби. 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 Аркадий 2009 года рождения. Молодой талант, очень толковый шахматист. Сообщает нам команда Green Chess. Замечательно. Ну, в шесть классный. Да. В шесть нам тоже. Мне тоже понравился. Вообще бомба. Такой, знаешь, шлюсткий, сразу заблокировал. И учёных сразу взял опять хорошо. И ладья Е8 сейчас пойдёт. Да, вот тяжело. Времени, правда, уркаши. Но он думает. Это хороший знак. Но ладья Е8, ладья Е3, ферзи 5, ладья Е8. Вот три фигуры тяжёлые так расположить. И снова короли Е2. Владя Е3, да. Да, вот именно, да. Вот, кстати, да. Тяжёлая позиция у белых. Вот как они играют. То у одного хорошо, то резко у другого. Сейчас мяч взяли чёрный, мне кажется, опять. Опять в очередной раз мяч взяли чёрный. Не, ну, если человек может в любой момент на телесурстве по G6, то у него любая позиция выиграна. Ага. Как Тальк. А может быть он будет брать пешку? Усмирил, только что даже не взял сразу пешку. Можно я думаю, что люди, которые играют G6, это люди акцентированные. А мне кажется, заберёт, вот давай так, я думаю, что мы замажем. Дети любят пешки, тем более с темпом, понимаешь, что он с темпом забрал. И просто так. И обратно сейчас пойдёт. Скорее всего. Ну, а что тут ещё предложить? А он думает, что какие-то приходы и всё, смотрю. Сейчас уже ни в чём нельзя быть уверенным. Я уже только капитализм не имею. Я сейчас, я сейчас тоже смотрю, не ушёл назад. А сейчас конь аж 5 последний. Конь аж 5, жаж, ферзь 5, ферзь аж 2. Вот это чик-чирик такой есть под конец. Жа, ты подсказал ему, но он не смотрел трансляцию, он не догадался. И ферзь аж 2 найдёт, наверное, да? Да, ну Аркадий, ну ты, ну ты даёшь, короче. Да. Тут Аркадий, видишь, у него было мало времени, но на секундах он что-то нашёл. Белых было очень много времени. Им нужно было подумать хотя бы не минутку там другую, да? Хотя бы что-то... Но сейчас это он может долго думать. А сейчас, ну что, давайте другую партнер. Да, конечно. Не, ну тут мы просто досмотрели мат для притча, да? Что мы уже мат видели. Что тут на первых столах? А идут пока первых столов у нас снёс? Ну пока ещё первых столов особо нету, нечего там смотреть. Да? Вот давайте посмотрим... Вартанян... Давай Марченко Амелия из Киева, девочка. Как делал девочки из Киева играть? Марченко Амелия, она не Камелия, а Амелия, она занимала первое место из девочек у нас в этапах, а её сестра Лиза тоже занимала первое место из девочек. То есть они вот так вот идут вровень. Вот сейчас играет белыми она, и позиция её, конечно, не сахар, мне кажется. Да, нету пешка. Дело даже не в пешке, вот видно, что нету пространства, нету активных фигур, есть линия, то есть белые как-то уперлись в защиту, у тебя всегда, кстати, советую своими игрокам, акцентирую внимание, не идите в глухую оборону, правда? Да я не знаю, я уже, у меня уже ничего не понесу, сейчас у меня такая не оборона, результат сюда один негативный. Да не, ну, не на рулях, чем нормально подсовывать. Королев 7 аккуратных, вот так и чёрными у нас играет Лукьян Про, может это какой-то про шахматиста, мы не знаем, гушпит Ивано-Франковск, Ивано-Франковская школа, как ты вообще считаешь, это интереснее, вот я вот не знаю. А что за этим скрывается, Ивано-Франковская школа просто я сам не знаю, кто там даже тренирует, вот если кто-то знает, ребята, напишите, кого-то тренера из Ивано-Франковской, чтобы мы просто знаем, Аркадий Дворкович, это тренер Ивано-Франковской, ну, так быстро не смог, так, пишут, что Дмитрий, который из парка, легенда, легендарная личность, мы согласны, Артур Раенко передаёт нам пример, Артур, привет, это из Винницы, тренер и деятель, там, да, ютубер, он там, кстати, делает тренировки детей, по мнению многих специалистов, Антон Коробов один из самых талантливых шахматистов своего времени, чего не хватило, чтобы реализовать свой талант в полном объёме. Артур, мне кажется, что ты не прав, мне кажется, Антон как раз в полном объёме реализовался в этом. А тут просто сложный вопрос такой, как бы, вообще, вот проблема заключается в том, вот поиграешь на высоком уровне, потом думаешь, а надо ли оно тебе, такие стрессы, лучше найти вот какую-нибудь жертву в битве гладиаторов и терзать её. Вот в этом, вот в этом, всегда человек идёт по пути наименьшего сопротивления, а у кого там больше потенциал или не больше, вот, тяжело упалить, вот, Доецкий всегда говорил, что самый талантливый человек вообще в истории шахмата, это Алексей Дреев, например, и у него потенциал чемпиона... Ну, это был его ученик, но и, в принципе, был потенциал. Не, да, он могучий, как бы, но чемпионом мира не стал, поэтому очень тяжело, как бы. Ну, сейчас он, кстати, ещё играет, Дреев. Андрей, книжки пишут, замечательно, да, кстати, вот последняя книга, у меня есть, кстати, там, я тебе покажу потом, Слоны в 4, там есть, знаешь, первым ходом? Не, ну, вторым, 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 на Д4, на любой ход Слоны в 4, а если Е5, до 4 Е5? Не, ну, ладно, пропустим этот момент, да. Это не знаю, этот момент, Андрей, что у кого еще на фул себя там. Не, кстати, мне нравится. А что играть там много нам, старикам, зачем нам нужно играть? Не, он, кстати, хороший специалист в славянской защите, вот эти треугольники всякие. Он вообще специалист. Да, мне тоже нравится, как он играет, да. Ну, личность интересная. Мы бы его тоже пригласили на эфир, но он далеко. Может быть, когда-нибудь как-нибудь, да. Да, да и что, мне сказали, где-то есть. Надо его как-то выманить, выманим его как-то. Так, ну, вот черный, кстати, давит. Бедная Амелия тут сопротивляется как можно. Я могу смотреть на страдания женщин. Давай не будем. Я так устаю. Все хорошо. Она защищается. Ну, вот мы пожелаем ей удачи, чтобы сказать защититься. Так, а вот посмотрим, кого мы еще не смотрели. Так, надо мне просто хочу максимально всех задействовать. Вот, я не знаю. Нано проигрывает, да? Проигранный эндшпиф. Да, ферзевый будет. Не, ну, что ферзевый? А, с одним ферзевым. У черных с ферзевым. Важный момент, что эту пешку сидят, а эта пешка станет ферзевым. Пешка сейчас пойдет вперед. К сожалению, да. Ну, к сожалению, для белых. А, к счастью, для чего? В черном, кстати, играет Подольский Михаил из Киева. Рейтинг у него немножко повышен. Да, толковый хлопец, да. 1944-й, как раз. Город освобождения Украины. Ну, рейтинг у него такой. Сейчас изменится, наверное, пару пунктов. Так, ну, хорошо, не будем смотреть обучение детскому мату. То есть, давай вот Антон Громосяк посмотрим. Ну, а что делать? Паша играет 2010 года, я не знаю, рождение, скорее всего. Вот, играет белыми, Антон играет черными. Лишняя ладья, черная, да? Да, знаешь, у Барварского шахматиста лишняя ладья. Вот это я люблю такое смотреть иногда. Согласен, это интересно. Ну, 50-й, а, ну, там времени и тоже больше. Там 54 секунды здесь, 37. Ну, да, еще ладья же 5 часов. Да, здесь вот... Ресыпь мне соль на рану. Паша, так, давайте глянь. Кузнецов Павел из Винницы, первый взрослый разряд. Именно взрослый уточнил. Конечно, почему? То есть, не, я считаю, что правильно. Потому что многие... Это элемент давления. Пусть здесь вообще в наше детство было такое? Первый взрослый, первый детский был? Не, не было такого. Не было. Это сейчас придумают. Да, конечно, сейчас при капитализме. Это вообще такое придумают. Первый взрослый. Первый разряд, он и в Африке первый разряд. Если первый разряд есть, то его не может не быть, правильно? Снять первый разряд можно, кстати. Я считаю, что можно некогда сказать. Если я не сознаю, то есть, черные победили. То есть, броварские шахматисты что-то могут. То есть, это тоже хорошо. Так, вот, кстати, какая-то встреча. Артем Берин против... Две фигуры против ладьи, но есть пешка. Пешка зачем? А, тут секунду. Тут пошла секундная борьба. У Артема Берина много времени. Скорее всего, вот, Гросс-боссу не повезет. Гросс-босс, это мы потом скажем, кто. Тут дело просто... Ну, какие позиции? Коня на С6 сейчас. Позиция проиграна. Да, и постепенно. Коня на С6, А7 тут, конечно, постепенный отъем. Запомните, дети, две фигуры почти всегда сильнее, чем ладья. Почти всегда. Есть исключения. Да, тяжело сказать, что сильнее. Для меня это материальное соотношение, если это было камнем призновения. Я не понимал никогда, как с двумя фигурами, играет против ладьи. С ладьей с двумя против двух фигур, еще как-то. А именно с двумя фигурами вообще. У меня такие партии... Значит, нам сообщают, ребята, Дмитрий Галил сообщает, что по-французски знают, что тренирует Кобылянский Игорь Мирославович. Не тот ли это Кобылянский, который имеет заоблачный рейтинг? Слышал кто-то? Да, у меня в Рапиде одно время была с ним борьба. С борьба за лидерство. Да, в украинских шахманах. А как ты вообще относишься? Вот есть такая проблема у нас с рейтингов. То есть, есть люди, которые там сидят у себя в области. Не будем называть... Ну, давайте назовем ученым. Вот есть Юрий Шкуро. Я его знаю. Причем я его нормально к нему отношусь, я к ним дружу. Вот как бы ничего страшного в этом нет. То есть, мы с ним не пьем чай, как бы он в Херсоне, я в Киеве. Ну, как бы я к этому ничего плохого не имею. Ну, там делает турниры под себя, там какие-то там организовывает. Ничего в этом плохого нет, я считаю. Он же не нарушает правила, в принципе. Но рейтинг... Это как бы форменное издевательство. Как бы над взрывомыслящим континентом. Ну, как бы... Он как-то борется с системой, может, по этому поводу. Борется с системой своим способом, как-то же. Может, это какое-то средство самовыражения у него? Я вот не знаю. Не знаю. Может, человек хотел стать шахматистом. Так, схватка двух киевских шахматистов. Белыми Самунинков Игорь, так Томушев Тимур черными. Изучаем. Ж3, слон Ж2, слон Ж4, все по первых линиях теории. Так играл... Так все играли. И я так играл, даже за оба цвета. Ну, обычно за белый я так любил. Так, ну, вот здесь я вот... Кстати, вот... Здесь вот самый... Ну, кстати, вот именно в этот момент С4 не знаю, потому что... ДЦ, да? ДЦ был, ДЦ. ДЦ, кстати, там интересно было. Ну, Лиза брал, и ДЦ на Ф3. Но не в этом дело. Это вот позиция, хорошо, когда ты играл шахматист Евгений Пигусов. Он такую расстановку. Конь Д2, Б3, слон Б2. Конь Д2, Б3, Слон Б2. Да, слон Б2, А3. Потом я как-то вот пытался либо забрать белопольного А4 Ж4 там, либо что-то подсунуть. И там вот такую расстановку. Слона именно на Е7, А5, ФСБ6, 20. Вот так пытаюсь черные играть. При коне на Ц3 мы сейчас выходим в какой-то обычный каталон, но непонятно, что сделать с пешкой на Ц4. Конь на Ц3 как бы не совсем гибко расположен. На Д2 как-то гибче. Я тоже согласен с тобой. Он и тут прикрывает тылы, и еще и Е4 прикрывает, и еще и хочет как-то на Ц4 защищать. Правда? Может, он даже иногда бьет. Не, ну, в этой ситуации, конечно, вот я не знаю, теория это или нет. Может, это не совсем каталон, я бы, может, даже сказал. Это какой-то... Вот может, это не каталон вообще? Ну, оно... Это позиция исхода с G3, как этот дебют называется вообще? G3 слон G2. Не знаю, как он называется. Но обычная каталонская позиция, если слон стоял на Ц8, а тут слон на G4 за забор вывел уже неплохо. Я просто знаю некоторых шахматистов, которые... О, это интересный момент такой, что-то бывает. Висит пешка, что были делать черные. Есть несколько вариантов. Раз, там вариант, есть два какой-то вариант. Ну, такой вот в данном ситуации, мне кажется, нелогично. Правда? Вставить... Ну, вообще, лучше через B6 выманить C5, и потом уже Ферзь C7. Да, да. После слона F4. С Ферзь C8. Да. Ферзь на B3 стоит вроде неплохо, но он впереди своих пешек стоит. Пешки не могут пойти вперед. Да. А черные могут сами B6 подорвать, или где-то E5 потом провести. Ну, вот, ладья B8 мы не рекомендуем ходить, потому что тут сразу будут проблемы какие-то. Ферзь B6 походили, черные. Тимур нашел этот ход. Ну, несложный ход, понятно. Это типичная реакция, в принципе. Вот здесь довичный вопрос. Аж 3. Дело в том, что C5 никто не заставляет еще ходить. Вот здесь два Ферзя, вот сам знаю эти позиции, постоянно стоят как огонь друг напротив друга. И вот никто не хочет брать. Часто. Потому что вроде как Кеншпилен, но никто не хочет срывать другому линию. Да, например, усиливая структуру, открывает линию. Через Б3 нельзя сказать, что структуру усиливает, но линию тоже открывает. Это такая битва. Кстати, вот я знаю, что обычно, когда Ферзь Б3 бьют, стараются еще коня на B4 привести. Но здесь он не приходит, видишь, не получается его туда прийти на B4. Слабое поле какое-то. Ну, хотя, кстати. Ну, слона может на B4, но это не факт, что черное. А, черным пока можно закончить развитие. Например, слон Е7-2-намя. Белым нужно выдумывать. Есть ходы. Белым нужно выдумывать, какой план. У черных есть ходы, которые более-менее пляшут. Слон Е7-2-намя, у них есть куда-то развиваться. Хорошее выражение пляшут, да. А вот у белых надо еще как-то, вот им надо найти какую-то игру. Дело в том, что Ферзь Б3 ход был активный, но что дальше делать, если они не хотят бить, вот в чем вопрос. То есть, отходить тоже не будет хотеться, понятное дело. Пешки вперед не идут. По центру игры как-то тяжело найти сразу, да? Да, нет. Тут один из планового может вообще, а правда, G4 коняш-4 не особо хорошо. Например, G4, G6, коняш-4, G6, B3, слон C2 за пешкой, за пешкой зашли. И пехотинец потерялся, да. Я вот так часто могу, да, часто теряю таким образом. В твоей партии с Магнусом Карлсоном в этой стеннице Демемориале, который был, ты играл белыми? Я только видел, как ты обыграл. Я не видел, ты ему проигрывал там или нет? Ну, я видел именно выигрышную партию, извини. Ну, естественно. Зачем мне смотреть? Так и должно быть. Я видел, ты там зашел с лоном на C7, причем я так заходил 100 тысяч раз, то есть, и Магнус Карлсон такой зимулк, ну, то есть, как бы... Ну, что, так его любой любитель киевский мог бы выиграть точно так же. Мне кажется, что Магнус Карлсон это не что-то такое, ну, запредельное. Ну, ну, такой может и был. Зимулк. Конечно, мы не хотим сказать, что Магнус Карлсон слабо играет, естественно. Вот здесь не очень удачно, что белые, конечно, провели. Вот как опасно объединение планов 2 в 1. То есть, провели G4 и C5. И теперь поле F4 решили сами себя. И теперь F7 очень пластично стоит. Например, сейчас вот B6 или конь Е4. B6 подорвать поезд из головы. Да. Или конь Е4. Короче, тут... Как тебе? Это я сам придумал. Подорвать поезд из головы поезда. Ну, это чувствуется, броварской партизан такой. А вот Е5 это с хвоста. Ну, в данном случае. Ну, в общем, тут любой ход ведет как бы перевес. Мне кажется, в черных. Ну, некоторым. Ну, понятно, что... Может быть, он хочет сейчас попробовать вот так вот? Ну, дело в том, что можно было вывести в одно касание на F4. А тут понадобилось 3. Ну, даже вот 2-0, F8 и потом B6. И что? А может сейчас черные не выдержат и сами пойдут Е5, пойдут быть осложнее, но B6 пошел. Правильно, да. B6 и F7, наверное, поставят, да? Да, я так понимаю. Ну, я просто после F7 тяжело структура. F8. 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 Ну, мне нравится позиция черных, конечно. Мне тоже нравится. Кстати, ты сам по себе, вот я насколько знаю, ты любишь такие позиции вот славянского типа. Не люблю. Не люблю. Не любишь, но приходится. Я люблю. Ну, почему? Ну, я просто меня научили в детстве. И с тех пор не могу переучиться. Ну, я знаю, что ты еще любишь играть всякие дебюты типа C5, конь F6, G6 и там вот B5 где-то там. Это я люблю. Вроде так ты играл. Не, я B5 с жертвой пешки вообще. Не, не Волжский Гамбит, а вот забывай постоянно за дебют, как называется. Я просто не знаю, как он называется. C4, конь F6, C5, D5. Вы меня с кем-то путаете. Хотите, я вам паспорт покажу? Хорошо. Т4, конь F6, C4, C5, D5, там G6, без жертвы пешки. Ну, я в своей жизни играл так ровно один раз. Да. Да. И еле ничего сделал. И после этого вопроса... Такая шахматинская, Элизабет Пац. Да. Поц или Пац? Элизабет, я не хотел вас сказать. И с тех пор у меня тяга к таким экспериментам пропала. То есть там мало пространства все-таки. Все структуры Бенони, они безнадёжные для чёрных. Тяжёлые, да, тяжёлые. Я согласен. Белые там имеют многое. Для того, как бы, есть люди, которые, как Ботинник говорил, что французская защита многим людям вообще не подходит. Просто генетически. Согласен. Так и Бенони тоже не всё. А как ты считаешь, Ян не помнишь, что сейчас заиграл французскую эту защиту? Это у него какие-то тренера ему подсказали? Поткины там или прочее? Или там какое-то в Вене было? Я же не знаю, как там устроено. Янчик, это же прямая связь с космосом. Да, он такой интересный шахматист. Ну, что-то наанализировали какие-то это совы. Ну, он немножко в жизнь влил во французскую. Сейчас начали играть, я смотрю. Эффект неожиданности такой. Эффект неожиданности, да. Причём он начал применять, причём даже против там сильных шахматистов, я слежу, там, как бы вот начал шпилить её. Так, вот тут Артур Раенко пишет. Антон, вы работали с Черняев-Тихом. Как вы оцениваете его перспективы? Ну, начнём с того, работал ли Антон с Черняев-Тихом? Работал. Работал, хорошо уже. Так, считаете ли вы правильным игнорировать детские чемпионаты Украины? Это амбиции или решение во время не терять, зря время не терять, а лучше играть со взрослыми? Ну, то есть, я так понимаю... Какой-то вопрос не очень адекватный. Какой-то слишком абстрактный вопрос, на самом деле. Работал с ним, да, но вот мне не очень нравилось. Ну, сейчас я уже не работаю давно там по естественным причинам. А вот, конечно, что он в одно время, я не знаю, как сейчас вообще он от шахмат, может, вообще отошёл, потому что не слыхать никаких успехов. Не-не-не, тут я тебя перебью, недавно зашёл на ЛитЧС, на ЛитЧС, и заметил одну штучку, там есть такие трансляции, то есть, люди, которые стримят в онлайне, там тот же Хикару Накамура, там и там... Ну, это интернет-шахматы, это не совсем то. Так вот, смотри, с чем занимается Антон, Антон его Черняев или как его? Тихон, Тихон, извините. Тихон Черняев, он стримит, играет с игроками Blitz, там три минуты, одна минута, то есть, я видел, вроде, три минуты. И вот у него очень много подписчиков. Какой флот, смотри. Какой флот, смотри. Какой флот, смотри. Такое поле Б5, полянку, может, не так и плохо это. А, жду по центру пошёл. Б5, конь Б6, конь С4, очень неплохо смотрелось, так внедрится. На С4, кстати, да, неплохо. Потому что всё-таки к такому... То есть, вот здесь вот мы с Антоном, кстати, я тоже согласен, есть такие идеи часто, конь Б6 и на С4, влезть сюда, тем более, когда видишь Ферзиана Б6, с другой стороны где-то Б3 всегда будет у белых. Ну, это такой на А3 станет, потом, да, это полностью зафиксирует. Ход С5, который... Тоже, после Б5, конь Б6 и 4, мне кажется, у чёрных позиции очень большой приезд. А тут-то... Тут у чёрных уже не то, в своём случае. Мне кажется, что не то. Кстати, вот этот слон-то, он же тупой. Ну, вот в перспективе где-то Е4 какие-то... Это же самый ход. Это Е4 надо планировать где-то, да. Но пока вот пешка на С5 Е4... Просто дальше вот какой план, непонятно, у чёрных ход, что делать? Ну, да, тяжело придумать сразу такой ход. С4, ну, это, мне кажется, намёк на Б5, Б4, план такой... Ты, кстати, Ферзь Б5 был ход, я не знаю, зачем было сдавать пространство. Ферзь Д1, мне кажется, сдал пространство. Ферзь Б5 надо было ходить, да. Ну, там, кстати, вот, мне кажется, коня вымани взяли, там, ладья А5. А, кстати, сразу можно Ферзь Б7 с угрозой ладья А5. Ферзь Б7, Ферзь С4 какой-то удар там был. Ну, ладно, это сложно очень, для моих мозгов. Ну, здесь... Нет, ну, это интересно, ты знаешь, вот сейчас... Я просто, мне кажется, что... В4 ходит, смотри, молодец, мне нравится, как Тимур играет. В В4 есть какие-то... Вот мне в этих позициях всегда... Да, это, кстати, опять... Мне всегда казалось, что слон, вот если он не играет, ему плохо. То есть, надо вот белым как-то... Снова у белых под безнадёжность стало. Так, по-хорошему... Ну, пешка на Б2 немножко даёт о себе знать. Ну, кстати, вот на Б8 пока никто не идёт, ввиду понятных причин. Тут слон стоит, понятное дело. Ну, вот, как бы так. Ну, я думаю, Артур этим вопросом длинным, да. Он просто хотел спросить... Милана нам пишет, добрый день, здравствуйте. Просто он хотел спросить просто именно смысл, в чём его вопрос был. То есть, поддерживаете ли вы вот такую тенденцию, как бы, не играть в чемпионатах Украины? Мол, типа, сильно слабый турнир для такого великого игрока. Ну, я понимаю, вообще, как бы, в чём вот смысл, даже если ты сильнее остальных играешь, ты играешь потому, что это для тебя серьёзный раздражитель. Потому что даже если объективно твой класс выше, например, это совсем не тот случай сейчас, вообще не тот. Но, предположим, даже если твой класс выше, но всё равно для тебя это естественный раздражитель. Люди там стараются показать максимум против тебя. А Черняеву было бы неплохо сыграть в чемпионатах Украины, наверное, если он ещё играет в шахматы. И понять хотя бы, на каком месте он находится. Он на Твиче по-английски комментирует. Нет, понять хотя бы, насколько он конкурентен, там, например, конкурентно способный сейчас по меркам Украины, в шахматном плане. Потому что, например, если он по меркам Украины средний сейчас, даже в своём возрасте, или ниже среднего, то хотя бы понятно, от чего оттолкнуться. А эта игра в интернете, это путь в никуда. Это просто полный отстой. И это как бы подмена... Я тоже так считаю, что это молодство. Это может быть как элемент тренировки, например, какой-то иметь. Но в целом, это просто полный маразм. Согласен. Ну, можно отрабатывать какие-то варианты. А где играет, я думаю, главная причина – страх. Страх от того, что не будет результата. И тот какой-то фейсбучный ореол, который ему пытаются создать, он будет мгновенно рассеянный. Естественно. Мгновенно. Вот это, наверное. Хотя это, наверное, неправильно. Иногда наши шахматисты слишком рано ловят звезду, мне кажется. Им надо показывать... Это всё искусственно создано. Просто, как бы, вместо того, чтобы как бы целенаправленно работать, всё... Ну, неправильно расставлены акценты. Может, это родители, там, недостаток какой-то образованности, ещё что-то. Неправильно расставлены акценты, и это ведёт к беде такое. Ну, что поделаешь. Ну, да. Тут, как бы... Просто очень обидно, когда ребёнок там это вот закончится, может, как шахматист очень рано. И будет самое страшное, что если чернее в 40 лет, будет играть за счёт того багажа, который ему показал, когда ему было 7. Да, это будет реальность. Примеров очень много, на самом деле. Не, ну, да. Вот всё-таки шахматы, это такая игра, которая всегда... Вот смотрите, кстати, вот мы говорили о птичках. У чёрных было хорошо, а сейчас уже у белых хорошо. Ну, у чёрных есть шанс привести коня на d5. Но слабые пешки при этом. Сразу, наверное, не получать. Надо как-то ладиться его с... А что на конь b6 будет? Ну, можно и конь b6 пойти. А держи 4 пока, можно прихватить бюджет. Мне не нравятся там какие-то вот эти ходы, там, ферзь а2, вот это вот... Какая-то вот слишком много слабых. Конь b6 придёт, если конь на d5 придёт, всё будет хорошо. Поэтому конь b6 надо начинать изучение. Конь b6, ферзь g4, не дал конь d5, например. Хотя конь d5 всё равно возможно. Ну, а что делать ферзь на d4? Ферзь b2 мне больше нравится. А что на конь d5 будет, отец? Вот ферзь от какой следующий ход? После конь d5. Конь d5, и на c7 нельзя влезть, да? В следующем я ладиться 8, и разменяю. И ферзь с конем просто доминация полная. Потом вырву на c3, и проведу пешку c. И слон, и слон упирается в свои пешки, и он не стреляет в пустоту совершенно. Король чёрный. Ну, достаточно шалителя для выигрыша. Король станет. Способность это, ну... Не, ну чёрный, белый, там как-то пойдут, они заберут на c3. Они заберут на c4. А я сейчас смотрю, не уверен, что не зверю. А вот на конь d5 я пойду ферзь b7. Ну что, забрал на б7 и ладятся 8, да? Ну ладятся 8, но я нахудую мою камеру, конец даже могу побить на c3, потом ладятся 7. Конь e2, конь d4 еще там. Взял и... А, ну уравняли, да. Это было равенство. Да. Ну конь d5, ферзь b7, ферзь b7, ладья b7, ладья c8 и ц5 отваливает. Ладья c8, да. А потеря пешкой c3, партия может закончиться. Именно ввиду ладья c8 я вот свой вариант не знаю. Да, очень непростая ситуация, конечно, после конь d5 может возникнуть легче вот для белых. Ладья a5 поэтому ходит, он планирует переброску сил. Кстати, правильно. Да, а что ладья c5? Смотри, использовал время соперника. Подойди, подойди с молодцом. А что на ладья a8 последует еще раз? Ладья c5, наверное? Ферзь a4 с угрозой, ферзь d1, ладья a1. Это еще март 1 можно получить. Кстати, интересно. Брать точно не хочется. Вот это соотношение сил, ферзь с коньем против ферзя со сломаном. Тяжелейшая позиция. У белых сейчас начинается быть, да? Но белые полностью переиграны как бы стратегически. И сейчас на тежда на какой-то... Но это единственный шанс. Я на сель за 4 тут. Ферзь a4 не пойти сложно, но может всяко... Ну, можно ферзь a6 потещу, но ферзь a4 просто ферзь d1, ладья a1. Конечно, конечно, так там и будет март. Нет, ну, белые переиграны полностью и сейчас пытаются каким-то образом там шаровые шансы какие-то. Ну, правильно, нужно бороться за жизнь, а что делать при капитализме имеется в виду. Ну, ферзь a4 еще думает, вот смотри, Тимур. Пока думает, ходить так или нет. Ну, может, так и не пойдет. Ну, хозяева других ходов вообще нет, я не вижу. Неужели там какие-то ходы там такие нас? И вообще не понимаешь. Ты поспошел ферзь a6, ты понял? Да, он так тому же, кстати, когда он был на моей школе, я заметил, есть такой недостаток. Он какой-то слишком скромно играет в шахматы. Не хватает ему наглости и напора. А может быть, на ферзь a4 он там боялся какой-то ход ферзь быстил? Там же с шахами все. Ну, черные первые ставят мат. Мне кажется, ферзь a4 просто заканчивала партию. То есть, 0-1 там был. Ну, да. Реально 0-1, потому что кладя не удел и создать проблемы черные, ну, белые не могут черным. Конечно, там было все, конец. А теперь уже непонятно. Вот он настаивает как бы на размене. Ну, он хочет получить благоприятное соглашение. Не, ну, понятно, но когда ты можешь сыграть на мат, лучше сыграть на мат. Конечно, конечно. Он еще не учитывает, Тимур не учитывает такой важный момент, как, правильно сказать, оказывание давления. А я бы сейчас с белыми отошел в Голодю. Не, он ходит с а4. А что это такое? Мне кажется, с Игорем... Ну, а почему? Размен на C5, ДЦ какая-то проходная будет. Ну, проходная хотя бы какая-то была. Ну, кстати, логично, да. Есть в этом здравое зерно. Есть в этом. Пешка, конечно, слабая. Вот сейчас, если разменять ферзей, то черные будут очень довольны. Они придут к ролю на C6 и все забирают, мне кажется. А вот, ну, кстати, теперь в ферзях у черных хорошо. Но пешка какая-то есть. Слон Д6, естественно. Так, снова мы сейчас попадаем в какую-то фазу равновесия, похоже. Хотя, может, уже у белых лучше. Сейчас, вот, например... Дело в том, что сейчас какие-то пешки начнут висеть, да? Черные сейчас в ферзе блокаде, атаки они не создали. Вообще, ферзь плохой блокер, да? А у черных, у белых есть очень серьезный план сейчас. Ферзь Д2, ферзь Д4. Межпешечное пространство и зондировать вот эти вот пешки. А как дальше? Поставить и стоять? Ну, а потом забрал на С4. Потом вернулся на С4, пошел С4, сбил коня. Потом сбил блокаду. Показываю, как нападать на пешки надо. Аккуратно. Теперь черным нужно ловить шансы какие-то. Может, так и надо ходить, что кто знает. Ну, кстати, а что делать? Может, и в 5? Ну, и в 5 как-то, да? Не, в 6 же, и в коне в 6. Задачи черных создать контрыгру и как-то приблизить коня приблизить королю. Не факт, что это получится. Так, а что это тут так? Ферзь Д2 он просто хочет банально съесть пешку. Какой-то такой у него план. А если ферзь Б5, то ферзь А8, это может пойти пешка. В чем дело? Ухлел Кипалка может пойти, да. Но дают то, что тут по А2, слон G3. Да, может быть неплохо. Там слон может верти на домой. Вот в чем дело. Ферзь А2 интересно. Конь С3, пошла за руба, за руба. Ферзь С4, конь нашел в назад. Наверное, да? Нет, конь С4, куда-то на Б5 приходится ходить. Но это что, какое-то поле уже... Не то. Негармонично. Не то пальто. Ой, не то пальто. Конь на Б5 должен стоять, да. Так, что тут нам пишут? Так, вот тут ребята начали тут проблема в том, опять же, с Тихоном, что нету реально помощи со стороны федерастов. Нормально так. Олег Александр Прохоров, знаешь, что такое? И других функционеров. Прохоров, он сам хочет там выпечать, наверное, у него какие-то амбиции, наверное, есть у него здоровые. Нет, ну если у него кого-то. Может быть у него и здоровые. Может и здоровые у него амбиции, но это его дела. Он чемпион мира, а у нас ценится быстрый Блиц. Тут ребята там... Да, люди между собой. Пускай они, да. Нам это как бы да. Все, сдали из черная. Ферзи в 7. Ферзи в 7, да. Мне кажется, Теймур немножко не дотянул. Нет, просто уже когда можешь согреть на мат, надо согреть на мат. Ферзи в 4 просто заканчивала партию. Реально там было конец. Сейчас заканчивают партию именно белые. Конь на Б5 вообще оказался... Видишь, как дети все-таки играют моментами. Он как бы хорошо вроде переиграл, а потом... Он как бы потом сбился с пути. И, кстати, еще не так, и не конец, и что конец. А, ну да, тут шахами забирают. Ну, и там, все же всем слону в 8. Там, на слону в 8, ферзь в 7, там еще есть. Там можно жить. А вот ты сидишь, что с королем? Ну, если на король в 8 идет, то есть, это и слон и в 8 кое-что. Там ферзь в 7. Не, ну, на король в 8, не с шахом пешечку. Нет, так я поэтому говорю, что шашечка. А может, он сейчас пойдет, как ты. Понимаешь, ты же так ходил. Он забирает. Не, я на король в 6 хотел слону в 8. На король в 6 слону в 8. Я когда вижу пешку с шахом, я беру пешку шах. Так, я тоже собираюсь так. Ну, тут уже, конечно, мат сколько ходу. Ну, неплохо смотрится. Слоны в 4, король в 5, король в 3. Прижал. Я серьезно. Серьезно. Ух ты. Да, король в 7. Да, это, конечно, сказал, что я знаю. Грозит неизбежный мат. Интересная партия. Кстати, вот эта партия уже рисунок. И вот важная иллюстрация к теме, что не важно, насколько хорошо ты играешь позиционно, если ты не можешь забить мяч. Это как вот получилось. Перепосылка возле штрафной соперника. Пасуются, пасуются. В итоге ты там вернул мяч королю. То есть, вернул мяч вратарю. И в итоге там прессинг сдался. Это окончание мы не будем изучать. Ох, пешки очень лабурданы. Смотрю, 7 идёт. К сожалению, 3 по 7 не получится выставить. Да, черными ксоригами. Ну что, белыми, черными играет боец? Черными играет мой боец, как раз так. Он играет до конца. Да, до конца, ну видно. Ну, что делать, да. Ну, сам по себе любит до конца бороться. Так, а вот Суходольский Артур против Киевского Подольского Михайла. Разноцветные слоны, ну, наверное, позиция тяжелая, При Ладе, кто? В смысле, ну, у белых объективно выиграно. Ну, объективно выиграно, да. Тяжелая у черных позиция. Ну, объективно, наверное, сакаду, без проблем. Владимир Ладя, дышит. Это на 7 часа, а он на это может сейчас забрать. А, ну, тут секунда, правда, вступает в бой. Владя по 6. Владя по 6, да. 7, 3, да, еще мало времени у Суходольского Артура. Суходольский Артур, это, кстати, из Белой Церкви. Киевская область. Классно. Отработать, да. 5 раундов нам осталось отработать с Антоном. Но мы, как говорится, исполним свой долг. Так, вот нашел, пошли, пошла жара, как говорится. А уже в следующих пошел, да. Да, ну, сразу идет тут без... Давай посмотрим, вот я просто хотел... Опять Аркаша Аркаша. Ну, Аркаша, дело не в Аркаше. Я хотел посмотреть вот нашего представителя из Абека Таникина из Алматы, которого мы запустили в турнир. Вот он играет в черном, и вот я хочу именно с его стороны смотреть, как играют казахские шахматы. Многие наши тренера едут в Казахстан и тренируют там детей. Ну, естественно, наверное, у меня тоже была такая возможность. Но ты отказался? Да, я что, да, отказался. Мне кажется, Антон, тебе еще рано тренировать, вот именно целенаправленно. То есть, мне кажется, ты еще должен показать, как говорится, им... Дать им дрозда, на самом деле. Им не надо. Надо, надо, надо им показать. А кто еще не ты? Уже там некому давать. Уже Василий Михайлович, конечно, неплохо играет, но уже не торт. Ну, ему святой воды надо, немножко его. Святой воды надо его... Так, а теперь затронем интересную тему, Харьковскую, кстати, тему. Вот, в Харькове очень много гроссмейстеров. То есть, ну, в принципе, раньше было, Харьковская академия юридическая. Ну, во-первых, хотел спросить тебя такой вопрос, как ты учился в школе? И сколько классов ты закончил? А, ну, 11 закончил. Один из классов закончил? Да, 11 классов. Это редкость для шахматиста. Так, а как закончил с отличием? Да, с серебряной медалью. Серьезно? Да, есть три ужаса. Аркаша. Ну, ладно, да. Так что, давайте лучше об образовании жму. Аркаша, будешь смотреть, и в три никогда не ходи. Это ужас. Значит, ну, он хотел сонанной три поставить. Ну, я как бы от большинства шахматистов ничем не отличаюсь. Шахматисты все в основном дебилы. Какой твой любимый предмет? Дебилы в основном. Моя любимая математика была. Математика, а физика? Ну, и физика, да. Физика нравилась, да? Ну, просто физика без математики, на самом деле, они как бы немыслимые, друг без друга. Все равно как бы... Хорошо, а какой нелюбимый был предмет? Я не хочу, потому что это будет воспринято как идеологическая диверсия. Неужели физкультура? Да нет, не физкультура, там другие как бы были предметы. Я знаю, все шахматисты любили физкультуру. Во-первых, они играли в шахматы, и им физкультурники всегда ставили хорошие оценки за счёт этого. Ну, насколько я знаю, можно было не сдавать никакие нормативы даже, ну, как у меня было, например. А вот, в принципе, физкультура, мне кажется, всем нравится шахматистам. Ну, знаю, честно. Хорошо, какой у тебя любимый спорт, кроме шахмата? Чем ты его любишь заниматься? Я вообще люблю домино. Вот мне нравится, когда мужики... Это настольные игры. Ну, это тоже спорт, там надо хрясть. Нет, там надо силой вложиться. Я согласен с тобой, когда особенно рыба... Там очень важно вербализация ещё, давление на соперника. Это как в шахматах крутки фигур. Да. Это важно. Я согласен с тобой. Я же не буду это спорить, согласен. А какой-то активный спорт? Не знаю. Предпочитаешь? Ну, любишь там баскетбол, может, поиграть там. Я уже сейчас ничего не люблю. Сейчас пока нет уже ничего. Одеялка. Я не знаю, есть такой вид спорта. Одеялка называется. Укрыться. Да, укрыться одеялком. Вот это мой вид спорта, да. Нормальный вид спорта. Нет, кстати, неплохой спорт. Мне кажется, вот сейчас вот мне, вот у меня маленький ребёнок, сейчас её забрали. Это очень хороший спорт. Да, ну давай, одеялка укрывается. Я поддерживаю. Укрылась. Укрылась. Вот у меня есть, вам не видно, и слава богу. У меня тут есть два одеяла. У нас тут одеялка, да. Да. Мы можем укрыться, если что, даже вдвоём всё надо будет. Да. Ну, камеру надо выключить. Камеру выключим, конечно. Так, значит, что у нас происходит? Позиция, вот эти А4, Аркаша-то, да, что-то есть у него, да? А4. А4, кстати, сейчас опять же ходить нельзя по известным пустою. В своём время очень хорошо против защиты Уфимцева как раз играл в структуре Ж3 Антолий Венич Карпов. Я помню, что-то. Он вообще любил вот это на Пирсово-Фимцева, конь Е2, ставить, Ж3, Слонжи 2, А3, Ж4, Куря, Стримана, молодо-бессмертная партия, да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Хороший, красивый. Что, да, то, да. Ну, вот в этой позиции, вот, кстати, Слон-Д-3 решение отдать двух слонов, всё-таки такое, да? Стрёмно. Да, сейчас в этих позициях многие тренера, там, они останавливают свой анализ, они говорят, что вот здесь вот как бы 3 на 3, 4 на 4 равенство, это равно. На самом деле, вот, мне кажется, что сейчас у белых реально перевед. Но у белых мне тоже нравится позиция, но у чёрных тут вопрос, насколько эффективно они смогут провести маневр. Слоны 85, да. Если смогут смахнуть, то потом уже у белых. Может быть, белым придётся бороться-заравиться. Да, если вот этих слоников подменять, то может оказаться, что у чёрных всё хорошо за счёт чёрных полей. А пока это не сделано. А до тех пор, пока у чёрных белых два слона, безусловно, у них давление. Белым надо очень, мне кажется, часто, очень быстро надо как-то... Ух ты, слонов 8 пошёл, да? Слоны 8 пошёл. Так. Очень сильно. Ну, он из Казахстана, вряд ли там он вообще понимает наш язык, мне кажется. Не, он и не понимает шахматы казахстана. Не, да я ничего не говорю. Там, кстати, один мой знакомый, Зубарев, есть такой Александр, тренирует там этих самых, да. Вот он говорит, что казахи, говорит, хорошо понимают, что он. Ну, на нашем фоне, может быть. На нашем фоне. На нашем фоне, да. Сэр, сегодня ваша жена была необычайно холодной. Так, говорит, она и при жизни не отличалась особым темпераментом. Да. Так, вот слон H3 пошёл, и сейчас вот интересно, что будет делать. Ну, есть ход кинь D4. Попробовать завесить туда его. Да, ну, пик пока нельзя, там пешка. Там слон на C5 будет связывать. Да, слон H3 пока мимо. Да. Ну, слон H3 мимо, но что-то делает. Что-то делает. И под прикрытием коня D4 может удастся размотать какой-то клубу, инициатива. Может где-то. Я в 45 тогда тоже пошёл такой. Ну, согласен, да. Пошла схватка. Пошла схватка. Хочется мясо. Нет, так же не надо. Мне кажется, дети вообще должны так ирать. Это какой-то скользкий такой вариант, да. Ну, кстати, сейчас интересно будет. Так, что тут у нас пишут? Так, у нас вот пока ребята там ударились в свои. Да, правильно. Люди пускай. Опускай занимают. Так, а на чём мы остановились? Я тебя спросил по поводу школы, лучшего предмета. Мы с тобой выяснили, всё хорошо. Во сколько ты начал шахматами заниматься? За сколько лет? Ну, так, где-то 4-5. 4-5 лет, да? И у тебя, я так понимаю, родители или бабушка, дедушка? Кто научил? Ну, там многие. Все хотели тебя сразу научить. Да, просто я мешал, как бы. Я был инородным телом. Никто не хотел со мной цацки песка. Отдайте его в шахматы. Да, надо же куда-то сбагрить. Всё. Там родители хотят одним заняться. Хорошо. Охота жирануть, ему тоже со мной там особо сидеть. И куда-то же надо идти, ребёнка. Ну, вот и всё. И с тех пор, как в Лицке, я сказал, Виктор Фёдорович, вот в это вот дело неблагородное. Ну, шахматное. И вот нет уже, это билет в один конец. Родители, будьте бдительны. Да, отдаёте ребёнка на шахматы, понимаете, что... Да, риски надо осознавать, конечно. Ну, есть и плюсы. Какие? Много плюсов. Ну, например, дети становятся самостоятельными. Да сейчас слишком много самостоятельности, наоборот. Дисциплинки не хватает. А вот у меня, кстати, есть один тренер, я ему передаю привет. Рыскаль Игорь из Обухова. Ну, скажем так, известный в Киевской области тренер. Так вот, у него строгая дисциплина. Вот неправильно ответил на тренировку, отжался 10 раз. Примерно от пола. Девочки приседают. Ну, я не могу отжаться, мне пузико. Не, ну, чтоб ты понимал, здесь, ну, то есть, я считаю, что это очень классное решение. Согласен? Ой, слон-C5 зевнул, ё-моё. Ой, Аркаша, Аркаша, после этого мы... Слеги выше неба. Мы после этого Аркашу не будем смотреть, ну, вот именно эту партию. Аркаша, ну... Не, ну, он пропустил самый такой, самый вкусный шашлык. Когда в честь с королем заслана. Да, ну, Аркаша сейчас, наверное, очень расстроился. Ну, что поделаешь, да? Ну, Аркаша, извини. Какой-то играл грамотно. Какой-то момент, да. Так, давай посмотрим, вот Максим, 7-7-9, не знаю, кто это, против, против кого-то. Максим, 7-7-9, против кого-то, в таким же. Так, вот, партию. Так, какие-то вилки пошли, какие-то страшные. Ну, безнадежно, у чёрных, на самом деле, да. Можно забрать наш, пусть, можно забрать. Давайте, скажем, хотя бы, кто какими играл. Андрей Дядчик играет чёрными. Сброори? Нет, нет. Тут не так много броварских, чтобы ты понимал. Я, ну, как бы, допускал только от второго разряда. Так, конь Аш-8. Так, ну, здесь, что, лишняя ладья, да? Конечно, может не выйти, но... Ну, скорее всего, выйдет. Ну, кстати, как и... Так, ещё и от перспективы атаки на короля. Если пойти слон Е7, то конь пойдёт на Е7 и вышел. Как бы, всё в порядке. В общем, да. Нет, ну, здесь всё понятно. Не будем здесь останавливаться. Давайте посмотрим что-то пожёстче, пожёстче. Нам нужны жёсткие шахматы. Ларчикова мы уже смотрели. Вот этих товарищей мы... Не, не смотрели. Надо кого-то такого мы не смотрели. Окошку мы смотрели. Вот Максим Крис играет против Голден Трафа. Ладья лишняя у чёрных. То есть, интрига закончилась. Цепь? Ну, цепь тут давит. А где-то вот можно шашлыки, да? Ну, такие шашлыки, наверное. Ну, прислушаем. Слишком много материала лишнего. Слишком много надо вопросов. Да, Коль Ди-5 тут пока слона вернул. Да, не, ну, тут Голден Траф. Ну, давайте посмотрим, просто осветим, кто такой Голден Траф, чтобы чисто так. Ну, дайте креативность из Киева. Ну, где-то у меня записан. То есть, ну, как бы, не могу понять кто это. Так, хорошо. Ну, пошли клик. А какая стойка? А, ну, давайте глядя нам, кто это играет. Кулепестин белыми играть, Снежина, Самуненко в чёрную. По 4 очка у товарищей. Ну, вот белые тут немножечко подзабыли. А можно вот промотать? Мне интересно, каким образом белые не взяли ракировку. Вот было Е-4, Конь Ф-6, С-4, Е-6. Защита немцы. Да, ферзь С-2. Как раз подъезжу. Слон Д-2, С-5. Ну, слон Д-2 ход. Конь Ф-6 уже переход к Розбоду. Чёрный, кстати, уже победили. Ну, давайте ради этого посмотрим. Получительные ошибки. Слон Б-4, ферзь С-2. Взяли, взяли. Слон Д-2 ход, конечно, не туда. С-5. Взяли. Конь С-6. Ну, кстати, играет Игорь неплохо. Конь Ф-3, Слон С-5. Изолированная пешка, но очень активная позиция у чёрных. Ну, как-то сразу прицепы какие-то. Да, да. Е-3 надо ходить. Ракировка. Слон Ж-2. Здесь вроде как бы всё должно получиться. Сейчас вот хотят сделать ракировку. Ну, вот здесь вот вовремя Д-4. Очень жёсткий ход. Хороший. Получительная партия. Взяли, конь Б-4, ладья Е-8. Да, всё чётко сыграл Игорь, молодец. Слон Д-4. Ну, тут же, конечно, ну, тут уже очень. Делалось в том, что когда не делал шокировку, делать он не тоже. Да, именно сестру партию Ирона. Да, слон Е-6, слон идёт. А, Ш-3-4 ладья Е-1. Слон С-4 ладья Е-1. Да, очень жёстко, да. Красивая партия. Да, быстро и мобилизация С-1. Молодец. В центре Зо, не зря мы её посмотрели. Да. Мы сами там подчеркнули. Так, а вот, кстати, битва титанов. Да кто? Артём Берин играет против Токтамушева. Битва титанов, потому что они, они вроде как соревнуются до 12 лет. Титанов, оба, оба титаны, можно сказать. Один из Николаева, а другой из Киева. Вот они там вроде как соревнуются там. Насколько я знаю, вот там постоянно там. Так, что это за Эншпиль? Ничейный, да, наверное? Ну, я не знаю. Ну, наверное. Ну, как-то король заблокировал всё на свете, да? И не хочет отсюда уходить, явно. А может, дело и хотят выиграть. Ход, ой, ой, ой. Ф5? В общем, ход хороший. Составляет пешки на цвет слона, да? Это плохая примета, правда? Да, он просто сейчас на Ф4 не понятно. Надо тренеру, тренеру так тому, что рассказать, что цвет... Ф4 надо было ходить. Если угроза взятия на Е5 и король Ц5, сильно улучшить позицию короля. А если ЕФ тоже Ф, потом Д4, слон Ф1, слон Б5, хотя бы пешку захавал. А может не успеть там? Король Ц7, король А5 я поставлю, я короля К5 передаю. Ага, вот это красиво, да. И уже можно было поставить практически и проблема. Вообще, челесообразнее всего, черным поставить пешки было F6, G5, F6. И даже можно плюнуть на 5. Вот в этой позиции F5 это была явная неточность, на наш взгляд. Ж5, F6, старший слон, как можно расставить пешки. То есть, не ставьте пешки, как говорит, не ходите мальчики в Африку гулять. Ну, и да, что там Айболит с Бармарием. Соответственно, да. И Карабас, Барабас. Не ставьте пешки на цвет слона, это опасно. Вот здесь бы заблокировал бы Артем, но он не нашел, немножко не доработал. И получилось, вот сейчас он опять может пойти F4, наверное, так надо ходить, нет? Да, может F4 пойти, да, может F4 пойти. Ну, я в общем понимаю. F4 такой структурный ход, с другой стороны, после разбоев, после разбоев пешка на D5 может там поставить, король C3. Это идея D4 провести, я так понимаю, и чтобы раздвоить пешку. То есть, например, пойти D4, едай король D4, потом F4 ограничить, и король B4, и за пешкой B5 зайти. Не знаю, вот такой может быть план. Не, ну да классно. Ну, вообще, я бы сейчас вот не удержался, наверное, от этого. Да, F4 очень хочется. Хочется так. Ну, он как-то прицеливается. Показал, кто на что играет? Может, черные играют на победу, а белые на поражение играют. Если черные вот сейчас сами пойдут. Ну, это тоже пока ничего не дает. Ничего не дает. Но, кстати, хочется так пойти за черные. Я думаю, здесь партия, скорее всего, закончится в нишу. А что у нас по времени? Три минуты против четыре с половиной, да, и примерно там. Ну, грубо говоря, это еще не цейт нот. И нельзя сказать, что прям тут надо все бить горшки. Ну, все-таки вот. То есть, по материалу у них равенство. Единственный вопрос, что пешка здесь сдвоенная, да? А тут есть какая-то прохода. Но и те, она не хочет, и поэтому тяжело. Пешечный яншпиль, возможно, был бы плохим, да? Если разменять слонов, ну, разменять их не так просто. Ну, и все-таки подховал пространство. Прошел уже пространство. Ну, и во-первых, пешки-то свои поставил по-культурному. Да, уже по-культурному поставил. Уже хоть сделал ход. Ну, тогда Артему Берину работать над пешкой. Вот это вот, кстати, вот это уже не культурно. Ну, хотя, кстати, есть ход до четыре, да? Да, 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 да. И так, может быть, не так все страшно. Хотя, наверное, бить никто не будет. А если и не бить, то и белые не будут бить. То есть, они вот так вот будут стоять. Не, ну, 34 опасно, потому что ЕД, потом пешка Б отличу от короля, король станет на Е5. Если король станет на Е5, а может не получится отвлечь? Слон станет на Б3, как вкупанный. А ФЖ зачем? ФЖ от центра ударил. Может, он боялся какие-то возможности в будущем создания отдаленной проходной? Просто кто на что играет, опять же. Мы не знаем, пока мы не установили истину. Ну, мне кажется, что в этой позиции белые играют на уравнение. А чёрные играют первым номером. Вот так вот, мне кажется. Ну, мы посмотрим. Сколько справедлив ваш прогноз, сэр? Ну, кстати, вот сейчас, наверное, слон Е8 надо попробовать ещё, может, H5, H4, если дадут. Хотя вот на H5 будет сам H4. Как фиксанёт там. Да, это плохо, да. Эта идея откладывается. Вот так тому, что предложил ничью. Ну, тут надо соглашаться. Идею чёрных, конечно, у белых нет. H6 сыграл и говорит, я стою на месте. Он показывает всем своим видом, что выигрывать он не хочет. Ну, и выигрыша просто нет, да. Кстати, вот, может быть, я сказал, что первым номером играют чёрные, это я, может быть, поторопился, потому что чёрные вообще не могут ни на что напасть. Вот нету слабых мест. Пешка H2 слабая, а пешка D3 будет из самых слон. Ну, добраться к ним вообще невозможно, понятно. Нет, ну, объективно ничья. То есть, на D4, если белые захотят поиграть с огнём, они могут и... Нет, вот тут дети проявили благоразумие. Да, то есть, в принципе, объективно согласились. Молодцы. Вот какую-то партию мы посмотрели, где вот люди согласились. Да, благородно. Благородно. А какая стойка в турнире? Кто вообще эвилизирует? Значит, стойка в турнире. Значит, у Игоря Самуненкова, Самуненкова 5 из 5. 4,5 у Артёма Берина. Только что мы его смотрели, сыграл в ничью. И по 4 там целый ряд преследователей. Сейчас вот ещё мы смотрим. Ларчиков играет. Ну, давай вот Одесского. Харьковского товарища, посмотрим. У него три лишних пешки. Да, проходной француз. Реализует, наверное, да? А не, пардонте, извините. Это у моего любимчика Коли, три лишних пешки. А у Харьковского нету их. Ну, Ларчиков, такие надежды на тебя. Так, Ларчиков, ты посмотри. Подвёл слабожальщик. Значит, Харьковский гроссмейстер, то есть, ты же знаешь, что это... Позорил нашу школу. Позоришь школу сейчас, да? А Коля Бубила, как бы... Сейчас ещё сюда, а нельзя тут. А ну, можно связать за так. Так, вяжет, да? Вяжешь D7 сейчас. Сейчас как-то даже хочет как-то. Ферзь D7, надежда жесткая. На всякий случай напасть на... Ну, тут так и надежда, наверное, 7, наверное, будет. На шаху и так. Владёй за краской. Явно метит, метит. Это пока на метках. Да, на метках такая серьезная. Наметка, на метках. Наметка перейти в пешечный. Значит, да. Пешечный будет хороший для чёрных, мне кажется. Даже вот если пару пешек убрать, тоже хороший будет. Да, 4 достаточно. Одной хватит, да. Так, что будут делать белые? Развязаться, наверное, как-то надо. Хоть как-то посопротивляться. Ну, тут B4 сейчас нужно с темпом... Не, я согласен. Ну, понятно, что чёрных тут выграно как угодно. Так, король ушёл на F1. Это потому, что он не хочет там где-то страдать. Ну, тут B4, мне кажется, очень серьезный ресурс может закончить. Вот здесь не надо переходить в такой ладенник. Он выигранный, наверное. Водя стала на 5, потом... Я просто, значит, такой прагматист. У меня вот трансформация преимущества. Без ферзей проще. Да, без ферзей, конечно, проще. Особенно, когда у тебя минута времени, мне кажется, попроще будет. А, да, тут же ещё успеть на дамат поставить. Да, кстати, вот Ларчиков на это рассчитывают. Ларчиков, конечно, на это рассчитывают. Ларчиков. Я считаю, что шахматисты должны рассчитывать по мере своих возможностей на всё. Так, Андрей Сбарваров, прописка. Так, Андрей Сбарваров, прописка. Так, Юрий Дячек. Андрей Сбарваров, я такого не знаю. Так, амбиции, хорошо, так, это всё оставим. Так, на чём мы закончили? Ага, следующий вопрос тебе. Сам придумал. Ну, уже страшно. Атос, Портос, Арамис или Д'Артаньян? Я не знаю. Ну, тебе кто ближе? Все противно. Все противно. Вообще, вот все. Ты смотрел этот фильм? Почему? Я не только ещё и книжонку, книжонку там ещё. Не знаю. Все противно. Все какие-то вот... Хотя один великий поэт рекомендует таким образом бороться с депрессией. У него есть такие строки. Ничего, отшутись. Перечти мушкетёров Дюма. Это жизнь. Просто жизнь. И она от тебя без ума. У этих шахматистов очень хорошая память у них. Они вот помнят цитаты, фразы, такие стихи. Да, пин-код от карточки Приватбанка. Пин-код ты помнишь, да? Это правильно, да. Не, ну, я что спросил, потому что я что-то думал, что ты скажешь Портос. Почему? Не потому что он, мне кажется, дерусь, потому что я дерусь, вот такое у него есть выражение. Пожалуйста, я наоборот, я мясо не люблю. Мне наоборот соскочить, сачкануть где-то и так далее. Ага, то есть тебе ближе тогда кто? Мне Решилье ближе всё. Решилье? Кардинал? Конечно. Аккуратный, спокойный тип. Да, ну, с камнем за пазухой. С ним расслабляться опасно. Ну, да. Вот, кстати, Д'Артаньян, вот такой персонаж, как бы он слишком, может, пафосный такой, с короной. А вот... Там, ну, эмоциональная составляющая доминирует над, как бы, разумом. С кого брать пример? Ну, да, согласен. А кто у тебя, вот, кумир был в детстве? Ну, может быть, шахматисты, шахматисты, планы, шахматисты, кумир детства. Ну, так, азваров там кто там у тебя. Который, кто был такой, знаешь, у тебя самый такой... Ну, конечно, мне больше всего нравилась игра в детстве сам, дядя Толи Карпова. Вот это, это вообще высшая... Посмотри, как играет, как играет Ларчиков. Он спасается. А король в пульсом? Не спасается? Выбегаю, иду туда, пешком. Так, а он боится, 24 секунды. Он может сказать, слушай, ничья. Да. Я бы на его месте тоже... Что, Ларчиков? Ну, Ларчиков! Ну, Ларчиков, да! Все, чтобы женщина не останется, да? Без трех пешек, посмотри, он не хочет ничью. Серис Цитры сейчас прихватил. Ты посмотри, он не хочет ничью, играя без трех, без двух. Ты сейчас просто ферзь, ферзь и четыре сильнее, кстати. Согласен? Почему? Ну, по центру. Ну, ферзь и четыре, там прихватила, хорошо. И что, они не проходят? Ну, пройдут, хоть бы два, два. Ферзь и четыре, более по центру, чем ферзь и три. А ферзь и три сна по три. Ну, ферзь и номерчиков, или король должен стремиться к полям в районе центра доски. Не, ну, ты смотри, какой Ларчиков. Он даже без трех пешек согласен рубиться. Потому что там время, время, время делает свои деньги. Время, время, деньги, да. Ну, кстати, у черных вообще-то дубовый план просто сейчас пойти поставить. Да, правильно, да. То есть, вообще такой дубовый план. Причем, что еще b3, b2, b1 можно еще прямом делать. Вот ферзь, 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 c3, b3, b2, b1. Вот так, прямого можно сказать. Мне кажется, это будет самое правильное. Вот сейчас ферзь c3, b3, там ферзь e5 можно. Ну, второго она до четыре. Восемь секунд, он интересный. Ларчиков, вот видите, рискнул. Удачен ли риск в данной ситуации? Не, неудачен. Хотя, 80 секунд. 80 секунд, выиграли очень быстро. Размен. Молодец. И все, b3, b2. Молодец, Коля. Ну, я болел за Колю, я честно скажу. Так, ферзь. Мат два хода. Ух ты. Ферзь, 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 ферзь. Ух ты, не готов. Не готов. Ух ты, пошла жара. Какой мат красивый. Нет, не матушник. Так он сейчас не поставит мат. Съезд пешки, нет? Не будет есть. Лесенка. Лесенка. Это Лесенка. Да, 9 секунд. Эх, эх, Коля. Успел всех спешки съесть. Ну, Коля, ну ты. Усно, матушпедыка. 0,1 не успеет. Колян, черный, черный победитель. Белые просучили время. Ларчиков. Ларчиков. Вот неуд... Эх, Ларчиков. 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 Ну, это пошел ва-банк. Пошел, пошел на коняк. Я думал, золото партии добыл. Да, Ларчиков. Ну, ну, все равно, молодец. За идею и молодец. Так, кстати, по пять очков в следующий тур пошел. И вот центральная встреча. Мы обязаны осветить. Играет Киевская школа против Николаевский. Насколько я знаю, что вот Николаевский, Артем, этот Берин, как бы он, по-моему, самый лучший в Николаеве, насколько я, на данный момент, по чемпионатам Украины. И французская защита. Конь Д2, вариант, любил играть Таль, насколько я помню. Таль, почему? Ну, вообще, лучше всех получался в свое время у Сергея Рублевского. Ну, это я в будущее... Назад в будущее, да. Отправился, да. Это очень интересный. Я когда-то так черными играл, я даже выиграл важную в спортивном отношении партию однажды на аэрофлоте у Санана Сюгерова. Санана Сюгерова, да. Е5, конь Д7 и потом быстрые подрывы в 6. Сразу? Да, но тут очень много. Теории разные тут. Ну, вообще, французская защита, насколько я знаю, там разработана до 30-х годов. Санана Сюгерова, да, ну, я не знаю, до какого она только заработала, но на самом деле тут... Ну, Е5, наверное, надо выходить. А как ходить, если не Е5, то есть, для других ходов просто нет? Ну, здесь вот слон Д3 есть в ход, слон Д5 есть в ход. У СССР, наверное, не смотрится. Лишь на ход. СССР, сейчас лишний будет, да? Слон Е2 ходит, заметить. А что он хочет? Может, он хочет где-то слоном Наш 5 заехать, но это вряд ли. Ну, я знаю, я знаю, я знаю. Я6 сразу ходит, Артём, ты посмотри, то есть, он что-то знает, теоретически подкован. Ну, то есть, есть какая-то... То есть, твою идею, он может, смотрел эту партию. Сюгерова. Ой, бедный ребенок. А у нас по-другому как-то было, мы какой-то другой вообще-то. У него не хватит, посмотри, как белый, да? Да, перевод коня на Ж3 тут есть. И слона освободил, то есть, логично. Конь на Ж3 не помешает, он будет прикрывать короля, прикрывать поля, и сам по себе он стоит хорошо здесь, мне кажется. Поле Е4 держит. Что хотят черные, они хотят сделать пистакаркировку и пойти Е5, да, вот очень быстро они хотят сделать. Сейчас Е5 можно проводить, даже потом сдавать пешку на Д5 шахом там Е6 будет. Лишь бы получить актуальность. За счет этого, да. Согласен. Потому что здесь потратить темп на подготовку Е5, то можно потом не провести. Можно не провести. И подготовка будет ради подготовки. А, ну, нам надо, в нашем немолодом году. Кстати, коня поставил на Е3. Может, Е5 боится, что пешку Д5 прицелится. Он Е3 мне не очень нравится. Я бы коня на Ж3 все-таки ставил. Не, ну, потом на Е5, конь, больше здесь есть какой-то. А может, он имеет в виду на Е5 где-то вот такой маневр где-то, да, ХГ-4. Даже вот так вот можно играть в шахту. Могут. Интересно. Так, ну, как-то быстро играют. Кстати, вот заметим, что Игорь все-таки думает в дебюте немножко. Десять ходов, минутку, две минутки почти потратил. То есть, он думает в дебюте. То есть, он вспоминает где-то что-то там, ну, пытается. То есть, нормально. Ну, ладно, вопрос, как смотрели, опять провести чёрный или нет. Так, а вот Максим Павлович говорит, что быстрый перевод коня через F1 и ящик. То есть, он уже оценил позицию. То есть, нормально. Мы ещё пока не можем, но Максим Евчин, он, конечно, все ориентируется. Титаны, они такие, да. Максим, он такой специфический парень. Не будем сильно много его... Тоже комплекс Наполеона. Комплекс есть какой-то. Комплекс Наполеона. В Киеве вообще такая клоака, тут очень многих комплекс Наполеона. Заметил, да, ты заметил. Это вообще тут. Я из Бравару. И тут иногда люди... Я не с Киева. Там это... Слишком много на себя берут, скажем так. Ты понял, я из Бравару, но не из Киева. Это же ты, да, это самое. В этом, можно сказать... Каждый в отдельности тут шахманный тренер в Киеве, маленький фюрер такой. Маленький. Маленький, но фюрер. Да тут такие вольны в Киеве, ты знаешь? Да это вообще страшное дело. Я когда организовал как раз школу вот эту вот. На базе этого в товарища. Помещение в товарища было. И я просто удивился, какие распри, какие между собой чеки у тренеров. Причем вообще ни за что. Какие-то там кто-то кому-то должен. Какие-то там обиды. Старые, старые обиды. В 45-м году после освобождения на ногу в троллейбусе на Куреневке кто-то кому-то наступил. И там люди готовы друг друга съесть без соли. Это вообще такая жесть. А еще любят за глаза, знаешь? Да, все с камнем за пазухой. Подойдет тебе там доложить информацию. Потом другой подойдет. Причем они вообще не друг с другом. Они все такие мимичные няшки. А потом нам нужно... Дружат, да. Кстати, заметил, что... Ну, это как бы такая деформация. Ну, мне кажется, это не только шахматные тренера. Это и сами шахматисты. Они вот немножко вот не такие вот... Надо немножко им агрессивнее быть. Ну, не в плане, что надо бить лицо кому-то там. Я ни в коем случае не призываю. Я имею в виду, что вот мягкие. Вот они даже вот по Фейсбуку... Вот смотришь, как они там комментируют. Ну, ты скажи свою позицию жестко. Ты согласен или нет? Или тут как бы... Ну, в этом плане. Ну, как бы... Они пытаются и не там, и не сям. И он хороший, и он неплохой. То есть вот так. Ну, люди без принципа... Не принципиально. Ну, очень нравится. Вот это я поэтому не очень таких люблю. Надо жестко, чтобы было... Вот я, например, сказал, что с читерями мы будем боряться таким образом. Кого-то не устраивает, идите отдыхать. То есть, ну, как бы никто не заставляет кого-то играть. Я, кстати, могу рассказать одну историю интересную недавно. У меня как организатор пришлось столкнуться с трагом неудобных ситуаций. На меня начали мамы нападать и обзывать. Сказали, что я... Да, мамания, не надо бывает вообще. Я причем, что понимаешь, женщина, нельзя ей никому... Я никому не хамлю, как организатор, не имею права. Вот если мне было, нахамил бы. А так не имею права. Мне вот одна мама одного игрока сказала следующее. Говорит, значит, вот тот игрок набрал... Я уже эту историю рассказал, просто интересно твоя реакция. Как ты оценишь? Поэтому я сдаю. Значит, она говорит так. Говорит, вот мой мальчик проиграл программе шахматной. Ну, то есть, проки. Верните нам очко в швейцарке и дайте первое место. Что делать? Как отвечать? Я ответил культурно, сказал, что мы не можем этого сделать, потому что там всем надо отнять очко, мало ли что там было бы. Ну, то есть, как бы это случай невезения. То есть, отсеиваются проги со временем. Мы вот все хотели, я вот уверен, что в нашем турнире сейчас все играют сейчас. Я не могу констатировать этот факт, мы проверим, но смысл в том, что, скорее всего. Вот, ну, как бы... И вот я говорю, я не могу. Она говорит, ну, тогда мы не будем играть в ваших турнирах. Я говорю, ну, если не хотите не играть, я не могу насильно заставить. И говорит, я желаю в ваших турнирах побольше читеров. Напоследок мне сказать. Ну, что поделать. Люди такие. То есть, она когда дверями хлопала, то есть, она мне еще, так знаешь, напоследок сказала пару ласковых. При просмотре партии детей, вот когда с летом, я пообщался в интернет-режиме с некоторыми родителями. Я там тоже были. Очень похожие такие моменты. И там жесткая фамильярность, ультиматумы, угрозы. Там вот одна маманя, там вообще разилась там до Зеленского, не знаю. На меня уже подали заявление в ФШУ. Да, ну, а на меня в прокуратуру. Ну, а смысл в том, как бы, да. И я сразу вижу, когда вот у родителей такой подход, это означает, что генетика уже у ребенка не особо хорошая. Поэтому тут мы, прощаясь с ним, ничего не теряем. Ну, я в вас в этом случае. Я тоже ничего не теряю. Причем, что этот мальчик, мне больше жалко ребенка, он там вроде как хорошо играет, очень сильный игрок. Ну, то есть, родители диктуют ему, как бы, такие условия. Ну, что порабишь, отец? Да. При этом он, по-моему, из Харькова. Да? Это, конечно, не одна и та же маманя там. Мы пострадавшие. Я не буду говорить, кто, да. Мы оба, наверное, тоже пострадали от этой мамаши, да? Не, ну, я заметил, что, кстати, папаша не лезет. Нет, был один папаша лезет. Да, папаша тоже иногда бывает. Не с полнорозумом. Да, и ничего с ними не сделаешь. То есть, он говорит, что, как бы, у нас все честно, но мы никого дают. Они говорят, вот, вы призы делаете для своих, там, награжайтесь Киева. Им говоришь, ребята, ну, если вы не согласны, ну, не играйте, ну, играйте там у себя в песочнице. Никто не заставляет. Я полностью разделяю твои негодования, отец. У меня приходится не сладко. Поверь, я столько выслушал здесь этот турнир. Кстати, потом, ну, есть уже новый у нас этап, после того, как закончится этот суперфинал, мы хотим сделать до 16 лет. И вот тут, как бы, вот, интересно твое мнение, вот, там формат такой, могу всем сразу рассказать, еще никто не знает, вот, сейчас впервые расскажу. Формат такой будет, что, вот, будет отдельная швейцарка, отборочная, и 8 человек выходят в стадию олимпийской системы, 8 на 8, 16 человек играет в супер, как бы, ну, в этой стадии. Но смысл в том, что 8 будет приглашенных игроков, и 8 отборочных. Отбираться смогут все с любых стран, не только с Украины, до 16 лет будет условие. Вот, призовой фон турнира будет, ну, не такой большой, 25 тысяч гривен. Ну, я считаю, что лидерный шахмат не так мало для детей. Первое место будет, там, в районе 5 тысяч гривен. Не так уж плохо. Сумасшедшим. Да, то есть, мне кажется, дети будут заинтересованы. Им не надо много, ну, как бы, их надо заинтересовывать, я, конечно, считаю, что они должны играть. Вот, и формат такого плана, что, вот, 8 игроков мы пригласим, персонально, это будут сильнейшие игроки какие-то, и 8 отберутся. То есть, чтоб честно было, да. И вот они будут играть личные встречи. То есть, 1-16, 1-8, 1-4, 1-2 и финал. Это будут матчи с зумом. Великолепно. Потрясающе, превосходно. Ты, если что, придешь на какой-то в гости в будущем осветить, если будет время у тебя. Обсудим. Да, обсудим. Ну, смысл в том, что, как бы, хочу вот такой формат. И вот думаю, кого пригласить. Но я хочу как-то, хочется как-то, не только украинских, но украинских приглашу в любом случае. Не буду говорить, кого, но приглашу сильнейших. Ну, и хочется кого-то еще из-за рубежа пригласить. Вот, не знаю, ты знаешь, какого-то сильного до 16 лет играет? Прогнананга неплохо играет. Ну, на индийском разове, я не знаю, как его пригласить. У меня индийский непоставленный. Да, в совершенстве, да. Но через посольство надо действовать. Прогнананга подать запрос в посольство. Ну, он всех обыграет, мне кажется, если его приглашу. Прогнананга, и там Нихал Сарин еще, да, по-моему, там есть. Нихал Сарин, мне кажется, он значительно старший. Уже в 16 лет есть, да? Ну, визуально ему ударить лет 40. Ты не кажется, что индийские шахматисты, немножко и паспорт им там переделываются. Не, я не знаю, но как бы Нихал просто у него взгляд такой и поведение такого взрослого мужчину уже. Не знаю, как его. Покажи, с кем больше всего тебе было неприятно играть за шахматной доской живой именно. Там мне совсем не приятно. Именно не комфортно. Мне совсем не приятно. Что-то там, знаешь, некомфортно смотрит, какая-то энергетика, аура, что-то такое, было? Да, я не воспринимаю, мне совсем не комфортно. Я всех ненавижу, да. То есть, ты когда играешь, ты инстинкт такого, ну, как бы ненавистника, то есть, тебе разорвать соперника надо, правильно? Ну, не то, что разорвать-то, просто ненавижу человека. А потом, когда партия заканчивается, он жмет тебе руки. Он Е5 и ферзь поймался. Какая красота, извините меня. Просто вот Игорь создал доминацию. Слон ГДЖ-6, Слон ГДЖ-5, Е7. Ферзь ДЖ-5, и этот защищен. Ну, здесь черный просто не сделали то, что им надо было. Им надо было Е5 провести, и не дали. И он так и потерялся. Ферзь Р6, рано вывел Ферзя, он и потерялся. Дело в том, что и не дали осуществить план. То есть, он когда-то планировал какие-то ходы, но видно, что позиция тяжелая. Да, и Ферзь там, ну да, здесь тяжело. Здесь уже, конечно, Артема мы оставим. Здесь, конечно, борьбы не получилось просто. А вот идем дальше. Кого мы посмотрим? Марченко-Лизу или смотреть? Или вот мы не смотрели еще Александр Васинда? Это вот Ивано-Франковск, по-моему. Играет против, 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 дядчик, дядчик, дядчик Андрей, Андрей Дядчик. Белом сейчас нужно сделать 2-0, а на 33 ловушка АЦ1, исход такой. 12-8 зависает. Нету нищиков спасения. У черных такая может быть проблема. Потому что важного кирпича нет в структуре пешки С. Ну только что конь отправился за пешку. Ну вот 2-0 может поставить. Если бить, то там все хорошо у черных, по-моему. Да. Там все отлично. Ну бить не может. Машпиль, да, все отлично. Ну 2-0, митричпиль, король на Е8. То есть, тебя очень уехали. Вообще 2-0 надо, ну слон до 4 делает. Ну, в случае, что может е-5 е-5 есть такой ход просто с целью соображения, там слон до 4, да? Оно вяленько, вяло. Ей рокировка, конечно, было. Принцип ловушечных шахмат все-таки не работает здесь у него, да? Да, в нашем возрасте уже тяжело понять, что работаешь, что не работают. Он выше от 2-0. Если выбор между сон до 4-0, понятно, что нужно. Ну, конечно, если имеешь 2-0, то ты сделаешь. Ну, просто не видел этого хода лучше. Так, индусы свободно говорят на английском. Нам говорит Юрий Дячук. Так, здравствуйте. Мама возлагает сумасшедшие амбиции на свое чадо. В будущем шахматный миллионер. А вы мешаете и Прогеров не баните. Ну, извините, мистер Ведро. Я восхищаюсь иногда этими. Ну, шо, что я тебе сломаешь судьбы, так, турниры броварские? Не, ну, я броварские судьбы... Сколько здесь крови пролито? У нас очень... Сколько слез материнских? Сколько пота отцовского? Так, ну, тут Прохоров нам написал, что невозможно играть. Читеры много, то есть, ничего с ними делать. Это в этом турнире или в общем? Не, в этом нет вообще. А доверен, что это у меня? Я не уверен еще пока. Мы разберемся, да, мы посмотрим. Тут треба Прискиплево. Не, мы уже тут знают, что мы смотрим Прискиплево. И даже пятнадцатые места смотрим, там, да, что-то подальше. Что читер может быть в 9-м год, да? Читер, как и Янукович в каждом из нас. А знаешь, как они любят по четыре последних двух партиях, знаешь, когда надо так ворваться? Вот только в этих. Причем, что вот некоторые... Одна мамаша, которая меня обзывает всеми словами, я уже заблокировал ее, уже не могу слушать свое родство. Она, знаешь, что она... Вот мы ее словили вообще, ну, то есть даже... Ну, не смотря партию мою словили. Дверишь, что-то? Даже не надо было смотреть партию особо. То есть было понятно, что... Ну, секрет фирмы я тебе расскажу потом. Но смысл в том, что она вот до сих пор думает, что это... И вот она мне утверждает, говорит, это вы виноват. Я, получается, влияю... Уже Ческом всем поставил бан. И вот я, получается, влияю на Ческом. Представляешь, какая серьезная организация у нас? Да, бровары далеко пойдут там, да, лично. Красный телефон, связь стран. Представляешься? Я звоню Ческом, говорю, так, вот этого забанить. И этого, этого, этого. И мы их забаним, и вы их баньте. И вот они слушаются, и неприкосновенно и банят сразу. Понимаешь? Я научу, даже Ческом их банят, они и все равно не верят. Не может наш сын на такое пойти. Мы смотрели за ним. У него нет возможности. Ну, сейчас, конечно, просто мы не хотим все тайны раскрывать. Потому что... Конечно, зачем ты тебе еще ловите? Да, мы еще у меня одного слова. В милиции еще сделаешь серьезную карьеру. Да, да, да. Благодаря этой технологии. Ну, я ей не говорю принципиально, чтобы не это самое, не... Не травмировать психику. Не травмировать психику. Потому что, если я скажу, то она, мне кажется, не будет уже мне писать гадости. Может, она еще напишет мне. Она на меня написала в ФШУ, там заяву, не знаю, там Товчиха и... Товчиха – это опасный парень. Он может рассмотреть и расстрелять сразу. Ну, это еще не звони, он еще не звони. Он еще не звони, он еще раз... Олег Рихорич, я считаю, что вот у него... Это вот как раз и тот человек в Киеве, который жесткий. Вот он жесткий. А ты любишь, когда по-жесткому, да? Да, я люблю все-таки, когда есть какой-то порядок. Должен быть порядок, я считаю. То есть, главное, это порядок. Если он есть, какая-то есть. А когда вот эта вялость, там, ой, там, бегут... Вот для одних правила есть, для других нету. Там кто-то заходит в зал, мамы, кто-то не заходит. У меня, когда этот турнир, никто заходит. Ни одни родители. Я запрещаю просто, нельзя. Тренер заходит, говорю, нельзя, выйдите. Там, тренератору, не запрещаю всем. Только, как бы, если вижу, что уже, как бы, они понимают, что шуметь нельзя. Так, ну, что тут у нас происходит? Ну, белые попали под шашлык. Связка? Под шашлык, да. Это связка. Конь-Д-1 есть еще спасительный ход, ну, на время, да, какой-то. Ну, а что делать? Ну, конь-Д-1, да, есть, но это тоже такое. Ну, там, конь-Д-4, как-то уже не хочется ходить, да? Кунь-Д-1, да, сон-Д-4 шах. Ой-ой-ой-ой. Более на мне больно. Взял, так, Васинда, Александр, это Ивана Франкос, по-моему, ну, хорошо играет парень, у нас на всех сериях играл, я смотрел за ним, неплохо играет. Вот, ну, так, более-менее, ну, кстати, вот с королем в центре играет и не боится. Ну, если пешку не брать, то страшно ничего нет, правда? Конь-Д-1 пошел, да, сон-Д-4, да? И вот тут шажочек, и что будем делать? Отдавать ферзя за две ладе, будем, да или нет? ну а почему нет уже фигура лично есть но если воля оси не обязаны вот вопрос участка не 3 он закроется мыши лучше карта поделся взять надо да ты бы взял это а вот ребенок не возьмет вот смотри он пойдет скромно ферзь там е6 идите разные бывают ферзи 6 пойдет по-скромному не взял ты посмотри александр ты не тот кем я тебя считал а он просто увидел знаешь чем смысл наверное что там где-то нечего закончил развитие они четыре конь и четыре конь и пять таки обстрел еще фигура потеряется тяжело да даже как бы то за может посмотри какую-то партию где интрига есть да извини сейчас я просто хотел посмотреть день три года там там нет никакие 3 так лукьян прокуле песен isa даймонд fox мы смотрели давай марченко лизу мы хотели управлять марченко не лиза не хватает пешек целых 2 интриги мало мало да идем дальше гроссбосс играет с из и гроссбосс это амбициозная ник но позиция безнадежда а почему безнадежно ну белые белые пешки по язык проходят вверхе так убейся белыми играет же 6 или всем 06 пошел но и всем тоже не портит уже не портит два хода принципе которые не портит не портит любой причем можно сделать а он сделал третий ход затягивает затягивать но в принципе развязка такая же нужно мужа же 6 содержит ва еще потом надо как-то оторвать ладью не потеряв пешки а еще какие-то поэтому он пошел ладья бы 7 ты видишь он пытается все равно выиграна но уже ладья за два пока это посмотри я только же заметил что нет у нас бук может быть кому-то они нужны были ну уже будем без них а что за буквы ну ты знаешь там а b c 12 да я тоже не видел у меня с нотацией ситуации проблемы да у меня с нотацией очень серьезные проблемы в таком не заслужу мы договорим о люди букв не видят например ну я не знаю тут на тут можно как-то их быстро включить без часов снаружи вот так вот я быстро все на себя талант чтобы люди знали что есть нотация лучше мы так не говорим по пустому буфету там есть буквы все честно так хорошо ну кстати вот белые могли закончить партию сразу сейчас уже кстати может быть не все так просто не она собственно 4 хочет взять но какие-то трудности есть черном надо пытаться взять как им тут бороться и 5 и за собственно король и в кармане 4 до 3 убить не будет можно пешку надо 2 пока пускай черное потом белый пока не будет брать эту пешку вот эту проблему да ну тяжелая конечно черных позиция не думают как осложнить что-то придумать может они сейчас до 4 пойдут и на ладя по 4d 3 могут да такая игра да то есть хоть как-то попробовать отвлечь соперника на чем-то ну то есть здесь спешка до 2 дают согласишь не надо считаться и конечно когда надо петона даже я уже с ней уже надо 70 уже надо с ней идти срочно к ней микроса единственный шанс я согласен я кстати скажу всем вам что мы вот не смотрим компьютерных оценок то есть у них там на экране просто это только как из сильных король е5 и король е6 да но тоже 5 король е6 а там ладит 2 ладит 2 2 кроль до 6 все равно а ты дайси ключ от d3 пойду же 6 сейчас d3 король е5 d2 сейчас заход король е5 сейчас вот белые ходят а да король и аля пешку забрала на это все лирика это получилось отвлечение какой-то да ну какой и 5 зачем это лишь даже 5 забирают ничего короля 6 то что делает еще не делает король е6 прорыв в ноги это проход в ноги да красиво да красиво до конец он хотел из лучших повышен думал что заберет как бы будет обижен тяжело стоять они хотят сразу раздержку забрал на d3 какой сейчас мы тема мостик у нас тут пойдет где-то эти две пешки кстати вот такой редакции по мы выиграют даже в любую редакцию да ну да всем просто ощущение да не ну тут конечно кстати вот не ну белых у черных времени хватает так что мне кажется и понял а ладью и будет стоять мат хорошо ну что придемся надо ладью не будем да мы сейчас пойдем вся к студию пойдем сделаем все чайок а вы пока напишите нам какие-то вопросы пока у нас решающие раунды сейчас сейчас будут чемпионские вот мы сейчас на пару минут прервемся и вернемся к вам студию в целом играет неплохо да ну интересно с огоньком как можно я услугами вас надеюсь ну и 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 не и Продолжение следует... 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 так а когда антон был в последний раз в пешке пешка в кавычках это может быть шахматный клуб в харькове имеется дупи может быть но он не был давно не был почему такие вопросы это вопросы странные вот это вот чем опасен опасен вот этот вот чат что там а когда не знаешь ты не обязан отвечать на все просто жалко людей такая постановка вопроса очень опасно антон добрый день можете посоветовать по каталону книгу и какие упражнения вы бы порекомендовать для улучшения счета вариантов вот это толковый вопрос два вопроса в одном давай так сначала начнем с книги по каталону максим четверик есть четверика мне он очень нравится отличный парень у него волосатость еще больше чем у меня шахматном мире это очень большая редкость посмотрим на семена у вас в харькове там есть еще константин тарлиф тоже такой волосатый парень но у него такая волосатый знак как бы то есть но он там кстати тарлиф тоже вон голову моет раз несколько лет старых обычных не новыми кости передаем привет если что там скинемся на шампунь это шутка уже такая вот четверика насчет расчета вариантов это сложно не знаю какой расчет что ты попрактикуешь эти у ты может быть или вот сюда не по-своему хороши но и туда несут кроме неоспоримой пользы и большой вред и главная проблема в тренировке этюдами чтобы не было перекоса потому что можно как бы хорошо войти в кондицию а можно и навредить вообще туда лучше всего конечно чтобы не навредить лучше свой перед турнирами благодаря именно можно как бы вот но этюды на тренироваться именно в расчете на мой взгляд вот я тебя перебью извини вот этюды развивает фантазию то есть они нужны но не в каких-то дозах туда 1 2 этюдика можно порешать но не зацикливаться на этюдах вот именно вот надо все чудо меньше то есть какие-то чисто из элементов фантазии вот я например детям на шахматах тренировка в живую когда они играют я им разрешаю играть еще в шведские шахматы а я раз в неделю для вас да, шведский очень полезный. Да, чтобы они немножко фантазию расширяли, фигуру выставить, это интересно. Мне кажется, что мы в детстве играли в шведские шахматы, детям очень нравятся шведские шахматы. Мне кажется, шведские шахматы – это полезная игра. То есть, в нормах, в дозах. Всё дозировано должно быть, поймите. Я с вами совершенно согласен. Это должно быть дозированная порция, то есть, это не должно быть чересчур. Это должно быть пару партий шведские шахматы в неделю, это должно быть пару этюдов за раз, как минимум, немного. Потому что, если вы будете фантазию развивать до таких пределов, вы можете, конечно, стать Магнусом Карлсеном, а можете стать и антипостом. И Дима Джупином. Или Дмитрием Джупином. Дмитрий Джупин, кстати, не должен обидеться на это. Дмитрий, мы тебе передумали. Это маэстро один из сильнейших маэстро броваров. Нет, он не сброс, слава богу. Если бы он был с броваром, мы бы его... Был бы у вас придворный зомби. Нет, он директор парка, мы уже не раз о них говорили. Это тоже ответственнейшая должность. Очень-очень ответственная. Правильно распределить автопоток, правильное управление штуцером высокого набора. Люди идут со всех сторон, а попробуй их распределить. Это непросто. У всех разные цели. Талант в логистике должен быть. У всех разные цели, логистическая составляющая должна быть, конечно. Нет, ну, с Дмитрием все понятно, он молодец. Он мне постоянно пишет, кстати, последнее время. Я не отвечаю принципиально. Я просто хочу, чтобы он именно смотрел меня вживую и ждал моих эфиров, чтобы он насладился именно уже, как говорится, по существу, по факту. Так, ну, что у нас происходит? Так, белый пошли конь G4. Это ход явно говорит о том, что они хотят, наверное, пойти конь Е5, что ли, хотят пойти? Ну, я бы... Ну, начало хочется, словно, в 4, наверное. Хочется, наконец-то, как-то, и ладья Д1. Вот такой ход невзрачный, ни на что не напал, как-то... Мне нравится тот же взятие, например, и потом, как-то... Хорошо, вот я извиняюсь, я возьму себе разрешение, вот я бы здесь все-таки слон F1. Ну, зачем он? Ну, можно и слон F1, но это уже слон F1, F5. План, хотя бы как и выбивает F5, там пешка какая-то на E6. Но пока конься в 4, а же 3, как-то... Но там при случае, да... Но могут быть, но там тоже свои... Я бы просто, я просто прошу, говорю, мне жалко этого слоника. Вот в чем дело, а он и с ним попрощался бы... Так тут уже не до слоника, мне кажется, тут не дожирует бы живу. Тут в чёрном, в белом уже надо играть жестко на двой. Потому что, например, вот CE8 есть вот ладья C8. Вот если белым удается поменять этих слонов, всё хорошо у него. Но это попробую ещё осуществить такой момент, да? То есть, эта борьба из этого коня против слона хорошая, но вот не даёт, аж 5 хороший ход, надо... Есть была возможность пойти конь E5. Да, сбросить пешку. Сбросить пешку и перейти разноцветы. Слон E3, вот видишь? Слон E3, вот видишь, вот как мы... Не, у меня маленький, я имею в виду, что класс. Но конь E5 ход хороший, да. То есть, мне нравится этот ход. То есть, это была бы какая-то, знаешь, борьба. А так вот сейчас вот могут задавить этого коня. F5, да? Ой, могут задавать, ой, может. Так, хорошо, а как вот чёрным сейчас играть? Ладья E8 и переключиться на ход E5, правильно? Или сразу E5, и там что-то есть. Нету ничего там. Не, ферзи 7. Кстати, логично играет Игорь. Ферзи 7, E5. Ферзи 7, она как конь C4 выпускает. И где-то... Сейчас, конь C4, конь E5. Есть возможность, да. Тут вот этот важный момент. Давай, казах, создай интригу в турнире, конь C4, пойди. И конь E5, отдай ему этого коня, отдай ему эту пешку, но перейди в разноцвет. Мне кажется, слон чёрных, или не белых, ничем не хуже будет, да? Да, слон на E3 станет. Дело в том, что этот слон-то упирается. Я понимаю, лишняя пешка, то есть, дети ещё разноцветов не так... Нет, ну, детку пока, вот, у белых не хватает немножечко культуры разыгрывания. Ладья 1, слон C1, вот здесь его растет. Ну, слон C1, то ладно, но он прижимает ладью на... Ну, конь C4 пошёл, пойдёт ли конь E5? Могут конь E5. Сейчас уже может, потому что пешка не отдаётся, да? Ну, конь E5, слон F5, правда, но это уже другая история. Это другая история. Да, конечно, и ферзь D1, там можно полностью напасть. Там уже есть какие-то... Кстати, может быть, очень интересная борьба. Пошёл конь E5, да. Вот сейчас вопрос, пойдёт ли Игорь слон F5. Бить он точно не будет, мне кажется, бить не будет. Но слон F5, ферзь D1, очень неприятно может быть. Слон F5, ферзь D1, висит пешка. Не, взял, взял, мы не угадали. Ну, тут, кстати, перевеса у чёрных уже, наверное... А если тут перевеса у белых? Может быть, а что, слон E3? Правда, поле D3 для ладьи. Но слон E3 надо вывести. А что там ладья на D3? Слон E3, конечно, надо. Хотя бы хотелось бы поле. Хотелось бы слона видеть на поле D6, но... Наверное, слон D3, слон D4, вообще, надо. Слон D3 обязан пройти. И слон D4, потом пешка. Слон D4 вообще красавец будет. Конечно, пешка немножко смущает, но за другой стороны нет вообще возможности прорваться. Я бы здесь белыми играл. Ну, и в случае, ну, да. Мне тоже нравится. Не чёрными. Слон D4, я бы поставил. Ух, то есть она всем шандарахнуть, то что будет? Можно, кстати, и взять эту пешку. Игорь вообще считает, что крайней пешке бить нельзя, и вот решил, что можно... Ну, хорошо, что он жертвует, зато хладнокровно. Это признак класса уже. Да, не, ну бей. Давай, Казах, две минуты, по две минуты, смотри, у соперника по две минуты. Классная партия. Да, какая-то интересная партия пошла. Бей, не бьёт. Ну, ферзь B4, кстати, неплохо. А что делать чёрным? Дело в том, что на ферзь B4 последует, конечно же, АПЛЭ, ну, там А6. Ладья А5, но там перевес у чубелых будет. Слон в игре. Белых вообще здесь перевес. Это слон на G6. Он больше нравится, чем этот, в общем, проблема. Тут какая-то я ценил чубелым, но чёрным не удастся добыть конструкцию. Слон из 5G6 где-то пытаться на короля. Да. То этот слон вообще непонятно, каким образом может войти в игру. Так, тут нам уже Дмитрий начинает писать. Ну, какую-то билиберду он пишет. Ну, а оставьте его спокойно. Мы не будем констатировать, там, что Дима пишет, там, он уже пошёл в себя, входить, приходить или входить. Так, в сердце 7. Такое пишу, что я даже не хочу читать. Я обычно читаю всё, но тут я начал понимать, что не надо читать. Он уже в этом в проекции. Так, а слон А7? Бить или нет? Конечно, нужно захавать пешку. А чё не бьёт? Такой мир, конечно, не бьёт пешку. Ну, как это так? Пешки, этаж не орешки. Ладья А5, вообще не смотрится. Бить, я не хочу. Да, пешку. Я не хочу шкушеливать. Вот в чём дело. Большаясь, вот, мне забрал. Вообще тут не дали, не дали на один лучше, потому что А4, А5. Нет, я ни в коем случае не хочу сказать, что я болею против Игоря. Я болею за казаха. То есть я могу порезать. Мне это можно просто интересовать. Ходится, чтобы было А7. Чтобы козла на 7, надо было вылазить. Так, интрига есть. Интрига есть, да. Вот, главное не бить эту ладью. Надо уйти, уже уйди назад. Уйди отсюда. А4 пока можно усилить структуру. А смотри, как такое, раз, два, три, четыре. Вот как-то так перебираться. О, ну это так, ну, когда будем проходить через С2, может забрать Ладья А4. Нет, я понимаю, но всё-таки это как-то... Игорек хорошо играет, передал ход Короля Штемпова. Сейчас вот даёт возможность. Да, ошибся. Ошибись, ошибся. Ладья А2 и Ладья А4, причём любая, да, может взять и будет хорошо. Не, ну, я думаю, что 53 секунды, кстати. Вот, кстати, вот сейчас начинает. Владеет А4 зернул. Найдет. Недолго музыка играет, ну, а что нет, удар кто постецкий. Ну, время, минута. Посмотри, думает, если бы нашёл, что сделал бы. Да. Да, если бы нашёл, бы сделал бы уже. Непонятно, что так долго думает. Ждёт нашу трансляцию. Либо я сразу, либо не ведёт в Игорёк, да. Нашёл. Нет, долго находил. Да, ну, вот зевнул в один ход, обидно, да. Ну, здесь вот уже не выпустит, конечно, слишком много материала. Здесь уже лишний слон. Неважно, какой слон, главное, что лишний. Согласен, то есть, в данном случае, мне кажется, это значение. Не, ну, здесь Игорь своё, наверное, возьмёт. Тут не упустят. Не упустят. Давайте попробуем найти куда-то ещё. Так, вот наш шахматист из Браваров играет белыми. Лишняя пешка в разноцвете. Минута против 20 секунд. На кого ставишь? На шахматист из Браваров. Молодец, дай пять. Я, конечно, к Лукьяну Про ничего плохого не имею. Он молодец. Это у нас Лукьян Гушпит. Ну, просто, ну, как бы, мы имеем право болеть за того, кого хотим, но мы и болеем изо всех. Кстати, ещё не факт, что белые тут выиграют. Ну, наверное, битая, на самом деле. Битая ничья, да. Ну, времени не хватит. Лабая прошла. Я, кстати, своим детям, вот честно тебе скажу, говорю так, что если оппозиция ничейная, реально нет шансов вообще, надо предлагать ничего с точки зрения культуры. А ложный гуманизм, заклеймённый ещё на севере. Ну, они не слушают. Когда была борьба с казино-вильским блоком. Послушаешь, вот здесь вот, смотри, вот поспешность. Вот смотри, у тебя есть 47 секунд ударь пешкой. Пойди, король, ты 5 и попробуй. Ну, забрал, ну, к сожалению. Не, ну, тут была игра на флаг из-за 2-6. Я согласен, диагонали по дворе. Хорошо, да, и тут хорошо, да. Не пропустил, не успел, да. Ну, ладно. Так, какая стройка в турнире у нас отцы. Так, смотрим. 7 из 7, и вот на первом месте Максим. Кто-то такой, кстати. Давайте, так как его посмотреть ещё вопрос. Ага, вот так. Максим Беленький из Винницы. Я такого не знаю. Аналогично, но я вообще не знаю. Максим Беленький идёт 6 из 7, и как бы вот на втором месте. Молодец. А к тому, что выйдёт на третьем, 5 с половиной семей, по 5 очков, имеет ряд шахматистов, в том числе наш казахстанский товарищ Кулепестин, Коля наш любимчик и наш бровоской шахматистов. А до Аркадии? Аркадии где-то потерялись. Ну, где-то не сильно далеко, я думаю, они... Не вижу я их близко. Ну, скажем так, Аркадий где-то есть. Ну, как бы мы его потом посмотрим. Я не знаю, где он есть. Так, ещё есть, кстати, партии. А, подождите, восьмой тур. Пошёл, да? Давай посмотрим. Это Максим Белонькин, да? Давайте посмотрим. Ну, чё, мы имеем право смотреть на лидеров, то есть... Конечно, мы имеем право. До определенного момента. До определенного момента, да. Белы играют против Максима Белонькова из Винницы. Самоненков играет белым. Д4, хорошо. Причём, что я знаю, что Игорь вроде как Е4 ходит, но ходит здесь Д4. То есть, он подаёт с двух рук. Есть такое, да, по-нему? Ну, так это правильно, так и должно быть. Так и должно быть, да. То есть, надо иметь за пазухой ещё и Е4, на всякий случай. Тем более, в детстве, когда у меня есть память, работает. У меня-то уже не работает. Ты уже подаёшь с одной руки, да? Я вообще уже... С правой или с левой? Без руки. Я Д4 ходил. Д4 ходит, чтобы не мучиться. Ух ты. Слон G2. Так, а что это у нас получилось? Это у нас получилось. Грюнфельд в первой руке получится. Грюнфельд за белых, да. То есть... Так, хорошо, рокировка. Так, ну, чёрные играют аккуратно, всё по науке. Ну, сейчас вот вопрос, что ходить чёрным, да? Например, как бы ты пошёл сейчас? Ну, я бы конец и шесть не пошёл. Я бы ЦД пошёл, чтобы на конь-то 4,5, а взять я на ЦС. То есть, вот здесь вот был ход такой ЦД, причём, что, кстати говоря, о птичках мы не обязаны сразу бить. Ну, конечно, мы возьмём конём и потом... У меня ЦД 2,0 у меня всего там, А6. Ну, это отдельная теория. Да, это отдельно. Потому что я же ещё помню, стихлинул. Е6 пошёл. Вот, это вариант Хереса. Скромно. Ну, зато крепко. Укрепился. Так, Ц4. Уже можно сказать, что Тараша где-то там при... Ну, надо бить самое благоразумное на Ц4, потому что и дальше ЦД, ДЦ. ЦД, ДЦ будет. То есть, как раз, когда будут бить пешку Д, будут бить пешку Д тоже. То есть, в этом смысл. Да, пешку Д будут бить нещадно. Надо бить ДЦ, это правильно, да? Ну, кстати, чёрный, по-моему, здесь уравнивают в этом варианте, насколько я помню. Честно, я не помню. Здесь, кстати, вот белый... А это мы сейчас в каталон попали, о! Это чистый каталон. Ферзь А4. Коня Три, кстати, тоже была возможность. Ферзь А4 подвязали коня, то есть, пешка на Д4 где-то конечно подвисает, можно огонь как взять, но там линия такая, слон Д7, ферзь А4, Б5. Вот теоретическая линия, одна из линии. Слон Д7, ферзь А4 и Б5 жертвуем пешку, но потом понимаем, что заберем. Да, и там ферзь А2 или ферзь А3. Слон Д7, интересно. Так, интересно. Мы тут уже уплотнились, как говорится, смотрим ближе. Ферзь А4 будет, пока мисс ребята не сошлись теоретических путей. Но, кстати, надо заметить, что Максиму понадобилось все-таки полторы минуты на это все, а билы исполнили быстрее это все. То есть, вспоминал ли он эти ходы, но, кажется, если он знал, он должен был ходить как автомат эти хода, мне кажется, это несложно. Да, интересно, что это в первой руке, у нас возник Каталан. Бить пешку можно, но опасно. Там конь возьмет на Д4, и он остался на них слушаю. Ну, не знаю, давай попробуем как-то схитрить. Давай не будем так четко говорить варианты. Давай сейчас попоймем. Ферзь Д3. Ферзь за черных интересный H5, начать игру на противоположном участке. Неожиданно пойти в Атанш. Вот, кстати, вы будете смеяться, но это интересно. Да, то есть, как бы, да, сейчас посмотрим, что сделает Максим, пойдет ли он этот ресурс. Нет, пошел на Д4, не хочет идти по ложной дорожке. Так, ну, мы проверили, да, точек, не слушаем, да. Владят С8, это хороший ход, мне кажется. Вот смотрите, как белый, черный, очень классно играют черные. Я, если честно, не, ну, это логично для нас, а для детей до 12 лет. Я не хочу сказать, что дети играют хуже, чем взрослые, но в данном случае... Как это важно? Ну, вот Владят С8, это ход зрелого шахматиста, потому что дети, а дети, они хотят, я работаю с детьми, они хотят выводить слона, делать рокировку. Они хотят делать что-то конкретное, бить, не бить, уходить, нападать, то есть, что такое. Владят С8, это ход зрелый. Во-первых, это классный ход, уводится из слона, на всякий случай. Во-вторых, Владя здесь пригодится, в любом случае, она здесь классно стоит. И экономится время. Например, на ход ДС всегда будет ход С1, С5 в один прием. Вот как и получилось в партии. Да. А что, в С5, что, конь Д4? ФСБ5, конь Д4, там очень опасно. Да, и потом С5, да. Мне кажется, черный не то, что уравняли, у черных просто лучше. Вот сейчас можно пойти Б4, наверное, и рокировку сделал, да? Кстати, что, конь Б5 отдаёт, что ли? Конь Б4, фигура. Конь Б4 и выиграли фигуру. Вот если взять конем на Б5, то после конь Б4, ферзь нападает. Фигура летит, ё-моё. Ну, сейчас, мне кажется, Игорь, тут не просто будет. Наверное, сейчас пойдёт Ладья Д1, хотя там есть свои нюансы, да? Я начал мне, ну, какие-то. Мне, Лен, считать тут вариант. Слон G5 пошёл. Вот Слон G5 хорошего, от Сона в 6, и надо 70. А что там, Ладья Д1, слоны в 2, Король в 2, ферзь Б6, когда вот эти Бладья Д1 пошли, там где-то на взяли, там какой-то 4, ферзь Б6, там был. Может быть, и был. Ну, я так, ты вышли считать, я так, я тоже лень, но я имею в виду, что жилой человек нашёл. Слон G5 это ход, мне кажется, порядочный. Ну, тут у чёрных вообще нет тени проблем, вообще никаких проблем. Они атакуют вообще классно чёрные играют. А то время, да, шанат тени проблем у чёрных, вообще нет проблем, да? Мне кажется, классная позиция в чёрных. У них активные все фигуры, смотри, Ладья уже играет. Тут ещё, посмотри, они стоят ещё на месте. Они уже пошли в 1-4. Слон G7 не самый уклюжий. А он как бы, ну, какой-нибудь 4, вот я не знаю насчёт хода, ну, может, я конкретик, одержу, какой-то 2, где-то подвисает. Не, я согласен, что Слон G7 не уклюжий. Ну, мне кажется, что у чёрных проблем не должно быть. Я бы такой позиции в чёрном, не знаю насчёт кода конь-б4, но вот я бы играл. Так, что тут нам пишут? Так. Тут, уго, сколько тут. Людей пишут всяких. Я уже... Да? Да, тут лучше на это сама, отец, потому что... Сейчас, сейчас. Майкл Чес, Михаил тут пишет нам СД. Так, ну, это понятно, мы уже проехали, извините. Брат Юлий Швайгер, Максим Белейкин, ябарь Юлий Швайгер. А Юлия Швайгер это... Это... Брат, баба, дедушка по двоюродной сестре. Короче, да. Да, мы поняли. И все мы, а тогда мы и Евы. Всё чеще, цена. Юлия Швайгер, по-моему, имела другую фамилию, она вышла замуж за кого-то и стала Швайгером. Нет? Я понятия не имею, честно. Из Вильницы делаю. Я не слежу за фамилиями. Ахах, ты не в тренде, что ли? Так что, на Фейсбуке меня нет. Карточки, приватбанку меня нет. Почему тебя нет? Я знаю, ты был на Фейсбуке. А сколько идиотов? Ты решил просто... Конечно, такие кретины, Крова Матальевич. Я согласен. Невозможно. Поэтому, отец, я вообще давно уже не слежу. Ни мейнстрима, ни флэшмоба. Юлия Гайдич. Не знаю, такой. Вроде Найдич. Вроде там есть такой Найдич. Знаешь, знаешь? Аркадий Михайлович, знаю. Он, кстати, проводит для детей тоже турнир в июле месяце. Да, я знаю. Мы тоже планируем. Так, Ферзь Д1 пошел. Кстати, долго думал. На базу вернулся. Вернулся домой. Можно было Ферзь Бэдди, но как-то не хотелось. Да, на Бэдди? Да. Ну, СС-6, наверное, черные пойдут. Это полностью в духе позиции. Или А6. А6, С-6. А, на Д7. Они теряются там Ферзь? Нет, нам через Б5 выползают. На В5, да. Ну, я так, чисто на всякий случай проверил. Все правильно, да. Слон С-6 более идейно. Ну, у черных нету, тебе не сомнения, что проблемы какие-то есть. Ты бы черными играл тоже, да? Мы же не будем все там испорченные структуру. Да я уже ничего не боюсь, что мне структура. Не только структура, душа покалеченная уже. Так, ну, сейчас, наверное, Игорь думает над ходом кони Е5, я так полагаю. Возможно. Чтобы как-то под... Не исключено. Где-то ход... Вот это ходы кандидаты. Как ты относишься к ходам кандидатам? Вот это творецкого тема, да? Толковая тема. Толковая тема. Я тоже... И когда не можешь как бы структурировать в своей голове очередность, то потом получается, бог знашу. Вот очень часто есть такое понятие «горе от ума» у шахматистов, да, я так понимаю? Да. Когда вот много вариантов, и ты не можешь понять, все вроде хорошие. Это ещё Грибоедов описано. Грибоедов описал это в жизненной... Почему Софья между коррупционером Молчалиным и умным Чацким выбирает дурака Молчалина? Потому что он там в государственном аппарате, номенклатура, он при денежах. То же самое сейчас даже более актуально. Когда женщины... Ладно, не будем об этом. В общем, ладно. Ну, мы не будем всех тайн рассказывать. Конь пошёл на Д5, и это правильно. Да. Очень сильно играют чёрные. Я сделаю такой пока диагноз. Очень сильно играют чёрные. Я ничего не хочу сказать, но мне нравится, как они играют. Пока меня констатировал факт, что очень сильно они играют. Слоном, наверное, возьмут? Да. Слон Д5. И всё-таки ферзём бить не надо, наверное. Ферзём как-то это вяло, да? Мне нравится Слон Д5. Он Д5, конечно. Слон Д5. Кобеда уже равно плюс. Может быть, даже минус плюс в столбик. Может. Может. Дело в том, что настолько активные фигуры у чёрных. У чёрных. Каждая фигура чёрных занимает лучшие позиции, чем фигура белых. И после А6, например, непонятно, отходить. Конь Е4 ещё добавка. Слон 6 пошёл, да. Слоны в 6, ферзи в 6, на Б2 зависла. Ладья Д8. Ладьи по центру. У белых нет хорошей полянки, чтобы ферзя пристроить. И, соответственно, тяжело ладью Сафаден вести. Вот этот громовый клубок очень тяжело размотать. Да, перед играми стоят тяжёлые проблемы. Как-то его переиграли. Вопрос, как его переиграли? Ну, по дебюту, получается, переиграли. Дебют на Б2. Ну, тут сейчас... Слоны Ф4. Конь Е4 неплохо. Конь Е4 неплохо. Ферзи 7 неплохо. Сейчас Ладьян 1,8 пойдёт. Полная доминация по центру будет. Ну, кстати, о птичках. Тут нет слабости у чёрных, у белых особых. То есть позиция... Но слабости нет. Слабости есть. Ф2. Плюс ко всему, если белые... Спешка Ф2 всё-таки слабо. Ну, это зацепка. Где-то висит. Если достигнет инициатива чёрной критической массы, то и слабости Б2, А3 может тоже. Если белые... Например, Ладья Д8, Конь Е4, Ферзи 6. И уже давление нестерпимое. Б2, Ф2 уже придётся сдавать где-то посуду, отец. Поэтому мы не теряем. Принцип такой, что сейчас в данный момент как бы есть намётки. Понятно, чёрным играть приятнее. Чёрные играют очень классно. Ферзи E7, Ладья Д8, они не спешат. То есть, место для Ферзя. То есть, это очень хорошо. Конь пошёл на E5. Ухлёная, кстати, конь на 3. Пойдёт, да? Почему это конь на 3, кстати, будет прикрывать 2 слабых позиции, да? Ну да, но тут как бы сейчас какой-то конкретный бой. Бладья Д8 надо ходить, да? ФД8 уже будет, но я вдулась. Ну, Ферзь должен куда-то отойти. Мне кажется, она Я1 не хочет, он ходит, там были 4. Я делал что-то поле такое. Там сразу бы 4 последнего. Стремное поле такое. А куда ходить? На Седваж не пойдёшь, там слоны в 2 шаг. Скорее всего, надо ходить в Ферзи. А что делать? Вообще, есть вообще выход? Только так? У нас все, я делаю, что-то. Так, трех ходов нету просто. Нет других ходов. Тяжёлая позиция. Ну, сейчас B4 еще пойдёт. Вообще меня удивит. B4 это очень жёсткий ход. Ну, дело в том, что, может, и не надо ходить по 4. Это я на самом деле играется, что тут как-то чёрный. Взял и Кунь d5, мой какой-то, может, уже напрямую выигрывать как-то. Ну, Кунь d5, мне кажется, надо ходить. А куда ещё его ставить? Ферзь b7 шаг. Такой, да? Ну, тоже неплохо, я по-зонгировал пока. F3 ослабление, серьезно. Но надо так ходить, наверное. И в 3, Кунь d3, как-то так. F3, Кунь d5, что-то там. А так он идёт на d3, на или колье, е3, словно е3, там. Так, где слушайся, отходить, то там вообще, наверное, скучно всё. Кунь d5 сейчас пойдёт. Слон d2 надо ходить, да? Потом f6 аккуратненько, да? То есть, всех назад походим, да? Да. Не, ну, если так чёрные сыграют, то это уровень будет такой, знаешь, что... Ну, тут такой не 4 сильно. А Кунь d4 ещё сильнее, наверное, да? Могут и сильнее ещё. G5 грозит, да? G5 грозит, да? G5 грозит. G5 грозит. G5 грозит. Г5 грозит. Г5 грозит, это страшная угроза, висит слон, некуда им податься, потому что надо 2, тут кони, ладья. Кунь d3, слон отойдёт на b6, влазим? Да, слон b6, да, логично. Слона лучше оставить на боевой позиции, то есть, это логично. Да, ну, здесь, я говорю, вообще непросто. Да и мне было бы тут непросто играть чёрные. Слон это амнистия. Амнистия поменялся и... Так, а тут хода конь G5, нет, промежутка. G4, может случайно. Конь G5, с идеей поставить мат какой-то, да? Ну, это вряд ли, с искусством искусственно. Аж 4, там даже и всё. Это там, это я одноходовая нападка. Но сон до 6 уже легче. Стало дышать белым, зачем? Уже позиция, в принципе, опять в районе равенства, наверное. Когда вот подменялась одна личная фигурка, то есть ещё Пономарёв в какой-то книжке вертикали, я когда-то читал в детстве, вертикаль, знаешь, такая, были такие журнальники, журнальчики, вертикали. Да, да, это дети все-то в Чиге там, да. Да, да, и там вот было, что там такая тема была. Размины полегшили захист. Я помню, у меня одна была всего лишь. Ничего себе, да, Размины полегшили. Да, ты понимаешь, Размины полегшили захист. И была партия Пономарёва, где он чёрным играл с Раджабовым, по-моему, и вот он там... Не смог облегчиться, он нужно... Облегчился, и всё-таки, да. Кстати, вот Игры Гладиатора, ты затронул эту тему. Интересный проект вообще? Совершенно, совершенно бессмысленный. Бессмысленный. Конечно, совершенно бессмысленный. Там что-то, какой-то разыгрывается там, или это чисто для... Это для души. Для души. Ну, кстати, нормально. Но бессмысленно, в чём смысле, нет стимула у игросмейстеров играть на полную катушку. Ну, это как бы развлекаловка такая, ну там сведение старых счётов, но как бы уровня агрессивности такого. Интересно, уровня агрессивности. Потому что я посмотрел, например, трансляцию, немножечко так задел, краем ухом. Я смотрел, как ты играешь, то есть, конечно, мне... Мне показалось, когда ты играешь, тут даже если стимула у тебя нет, ты всё равно играешь классно, мне нравится. Это такой лёгкий комплимент. А вообще, вот я посмотрел, как у Зуба выиграет, например. То вот он как-то спокойно так вообще, ему не интересно так особо, потому что там происходит. Выиграл, 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 выиграл. Например, как-то так. То есть, слишком спокойно играет. То есть, нету стимула, видно, что не стимулирует. Если был бы стимул, играли бы жёстче. Ну, к сожалению, там такое. А так это число... Ровно развлекательное мероприятие. Да, вот мне тоже кажется, что именно в таком, в такой среде оно проходит, то есть, ребята, ну, да, надо было как-то, не знаю, это подогреть интерес какой-то. Да, там в этом. У нас уже подогревать бессмысленно. Не, ну, это было бы интересно. Так вот, Дмитрий Джупин спрашивает. Знаешь, как это что, где, когда? Значит, он до 4 очень серьёзный ресурс сейчас у чёрных листов. Висит на Е2, на Е3, да где-то? Но коня в 4, коня Е2 всё равно, личная пешка всё взял. Очень опасная позиция для белых. Может быть, кони в 4, кони Е2, Е3, Е1, шаг, ещё это будет, лишняя пешка. Да, и на 5 защиту, лишняя пешка в сердце. Ну, не здоровая. Да, ну, здорово. Я на 4 против 3 пойдут, пешка Е пойдёт. Как туда начать сам Флана, да, ну, ага. Тело в том, что защитить нельзя по причине мата. Я так, на всякий случай, показал. Вот, а если пойти Е3, то там можно остаться без всех. Там, короче, два шага и до свидания. Так, он Ферзит, вот, и все, и все, и все, и все, и все. Я школе в 4, я школе в 4, это на самом деле ничего. Как минимум, он фигуру теряет. Е5, он играет сильнее, чем ты. Да, я бы Ферзи в 3 не отказался. Нет, же ты просто красивый, но бессмысленно. Ну, когда крадите, Е5, да, Е5. Когда у тебя секунды, знаешь, там, ходишь. Давид, серьезно-то. Е5 грозит Е4 с известными мотивами шаха, скрытого и до свидания, да? Там не всегда, там, конь Е1, конь Е3 есть какие-то, но это уже слишком глубоко. Но все равно белые стоят, равно плюс, черные стоят очень активно, а белые в пассиве. Белым тут вообще как бы живым просто. Ну, Е6, да, очевидно. А может, Е4 пойдет? Там конь Е4. Да неохота, как бы Е4 выбивает опору из-под коня. Е6 очевидно для тебя и для Максима. Теперь пока белых нету плана, опять белые переиграны как-то стали. Можно пока опять Е4. То есть, по ходу партии белых переигрывают несколько раз уже. Ну, а что, так вот часто играют профи, так. Хоп, там, переиграл, потом отпустил. Потом еще раз. И отрабатываешь. Погуляй там, а вот теперь еще раз. Вот это сильная идея может быть. Опять это вообще классно. Да, опять Е4 с этой стороны, потом где-то Ферзен занырнуть. Вообще бомба. Мне нравится, как черные играют. То есть, я не знаю, конечно, Максим Беленький, находка для нашего турнира сейчас. Ух ты, король. Король пошел в бой. А зачем Ферзь С1 же сейчас? Не, ну, подкрепиться. Под Шахи сейчас. Ферзь С2. А он королем идет в центр просто. Ну, просто тут, слышишь, что не утратила. Позиция не утратила, это же не Эншпиль еще. Позиция не утратила, черт Метельшпиля. И в такой позиции можно попасть под раздачу. При Ферзях это, конечно, это не так просто. Еще и кони есть, там, понимаешь. Ну, черных, конечно, доминация. У них мощный ЦМ, Ферзь Д7, это попытка заехать. На самом деле. При случае, да? Ух ты, и что, на Ферзь С5, Ферзь С3, что ли? Ух ты. Там на Е2 висит и будет все висеть. Понимаешь, в чем дело? Ух ты. Это классно. Хорошо образовывал. Видишь, что ты говорил, что ты не научишься здесь ничему? Это вот учись. А ты что? Я тут уже вообще... Мы тут еще летаем, да? Сейчас еще сколько он берет. Сколько Максим берет? Сейчас интересно. Не, Максима, мы договоримся с Максимом. Что я тут тоже, мы самые платежеспособные. Так, вот давай угадывать ходы Максима. Это Ферзь С6. То есть, пешка на... Ого! Е4 опасно. А мне кажется, Игорь уже не выдержал. У него времени мало. Ему надо как-то определиться. Шерзь С4. Просто... Тяжелая позиция. Просто, как-то сейчас кони неприкаяны. Тяжелая позиция у белых, потому что... Дело в том, что этот форпост, этот бес... Ну, тут даже не в этом дело. Дело в том, что пространства не хватает. И черные вообще тут задавили соперника полностью. Сейчас будет шаг. Подожди, а что это за Эншпиль? Не знаю. Тоже с проблемами. Эншпиль с проблемами, но не факт, что туда надо идти, кстати. Разрозненные пешки. Не знаю, я бы пошел. Или короля... Не, ну, конечно, пешки не... Короля на Д6, коня на Ц5. Вот королька и все... А, вот и тут еще конь Д2, конь С4 еще сильные. Или конь Б1. Или конь Б1, да. Конь Б1, да. Да, тут может безнадежно уже, потому что... Конечно. Если не удастся, если удастся черным организовать отдаленно... Вот, наверное, надо, конь Б1, наверное. Не, ну, пускай Игорь борется. Ничего страшного. Ну, очень классно, да, Беленький играет. Ну, пока очень хорошо. Раньше была такая вотка Беленька, знаешь, слышал? То есть, честно, что... Мне кажется, что и... Да. Хорошая партия, конечно, позиционно. Позиционная вообще здоровая партия. Мне нравится. Она какая-то даже странная немножечко вылетает. Она как одноворотняя. Как вот иногда бывает. Нет, смотри, что я делаю. Как вот кто-то играет более сильный, с более слабым, значительно. И вроде как его взяли, потом отпустили. Потом отпустила. Потом отлышка. Причем, что результат партии не обязательно должен быть 0-11. Нет, мы обязательно как бы... Ну, вот если так играли черные, всю партию, до результата должен быть 0-1. Ну, по логике еще. А, же, уже G5, с этой стороны, вторая, удаленная боль. И уже вообще решение не совсем понятно. Ну, заводится на поле, и как тут... F5. То есть, E5, G5. Да. Ну, так вот, G5. 5G5. Ну, G5 пойдет? Думает. Если ходишь, F5, то ты знаешь, что E5, G5, надо ходить, правильно? Ну, поддумал, G4, G4. Для порядка, для порядка, подумал, секунд 10, и пошел G5. Конь, конечно, это... Вообще крайние пешки, конь с крайними пешками очень плохо. Ну, если примерно неплохо с конь С7, вот только хотел конь С7 предложить ход. Король F7, конь Е6 поставить, продавить. Это вообще... Блокада, и все. Это классно. Это такая классическая рост. Король D5. А, король D5 еще до конь Е6. Не, ну, ты уж не школа, ну, кажется, очень жестко бьет, черные трактуют. Ну, не убивают. Да, убивают жестко. Я тоже согласен. Вообще шансов не дают вообще никаких шансов делать. О, король E5. Нужно ошибиться, и конь с 4. Король E5, конь с 4. Мне кажется, не должен, Максим, такие, король C5. Это мне кажется, мне кажется, же 4 более жестко. Ну, шах пока. А, извините, пока шаг, извините, король C5, да. Не, я бы же 4 пошел, но если мне шаг, все хорошо. Так, король C5, что-то городом, это бы, король C4 залазит. Ну, я, король B4, пошел я А4. Пока можно забрать коня, запишу. А потом уже сразу пойти на конь. А я вот хотел бы еще дать, а потом можно вернуться. Ну, какой конь на Е6, да, красавчик? Да. Очень вообще бомба. Немцович был бы доволен. Мне вообще, как бы... Вот хотел тебя спросить, как ты относишься к книге Немцовича? Это полезно или... Моя система или моя система на практике? Давай моя система. Не знаю, мне кажется, ну, там есть базовые какие-то, но в целом там тоже очень много извращенного представления. Есть, согласен, да. А моя система на практике? Ну, тоже много извращенного, не знаю. Аблокада? Слушайте, ну, понятие блокады, кстати, если кому интересно, вот на рубеже 99-го 2000-го года, шикарная партия, в одни ворота. На рубеже 99-го 2000-го года целая серия была публикаций в журнале 64 Евгений Ильинович Свиршников на тему блокады. И своих партий, и из Немцовича, и классика переработанная. Мат-два хода, до свидания. Да, для тех, кто хочет, могут это самое пересмотреть. Я не знаю, это все есть в каком-то виде оцифрованном. Тема блокады очень перспективная. Ну, я думаю, что-то там есть такое. Ну, хорошо, вот только что мы посмотрели пример убийства такого жесткого. Да, ну, как бы такой урок позиционной игры, скажем так. Нам преподали класс, даже тебе и мне, мне кажется. Да, мне очень понравилось, что я бы... Нам просто понравился, мне тоже было. Так, ну, хорошо, давай мы оставим Самунинкова в покое. И посмотрим, или будем еще раз позиционную игру смотреть. Вот сейчас вот так Томушев хочет проверить позиционный стиль Максима. Будем смотреть или давайте посмотрим. Посмотрим, да? Так, хорошо. Вот играет Ток Томушев белыми, а черным играет Максим, который же брат-сестры свата-жены. Вот, который нам сообщили, что там он брат-сват и так далее. Очень сильно играет Максим. Причем, что мы не хотим ничего говорить. Ну, так, глава блокады. Были, кстати, и в книге «Французская для любителей». «Чаек от Семена лучше белой инкой». Читер пишет. Читер, ну, вы не знаете, какие у нас чаи. Даже вот Ферзи 7 наводит на подозрение. Там ребята уже подозревают. Ну, правильно, ребята, вы... А я там все совсем мало. Ферзь D7, там какой-то был момент. Ферзь D7 пошел. Ну, такое. Так, ну, хорошо, давай в эту партию посмотрим. Белый играет непредвзято. Это что у нас получилось? Мы сейчас получаемся, либо мы в Ферзи какой-то перейдем. Либо непонятно, куда. Ну, ты знаешь, вот я, если посмотрел на игру белых, сказал бы, что белый играет, знаешь, с запасом прочности. Вроде как играют с слабо... Слабыми шахматистами, то есть на всякий случай изолятор где-то. Да, на всякий случай. Ну, чисто в этих соображениях. На всякий случай, то есть у меня уже будет перевес. То есть я обычно так играю с... Тоже иногда вот с шахматистами, которых рейтингом пониже, например. То есть я вот так вот выбираю такие схемы, где вот у меня будет какой-то маленький, но перевес. Ну, кстати, здесь конюб взял, да? Даймонд Фокс отклонил ничью. То есть белый, черный предлагали ничью, и так тому, что отклонился и абсолютно правильно сделал. Молодец, Тимур, уважаю. Маме передаем привет, Тимур. Да, маме передаем привет. Она вот... Очень заядлая болельщица шахматистов, да? Она молодец, мне кажется. Ну, то есть она ведёт, мне кажется, нормальную политику. Я не хочу. Она вот, ну, как бы, интересуется, спрашивает, если не знает, и прислушивается иногда. Ну, то есть... Да, замечательно. Что ещё нужно для счастья? Это правильно. Потому что другие мамы, они вот сразу действуют. Они никого не слушают, там. Неважно, кто там. У них есть цель. Мамы разные бывают. И препятствий нет. Не, я не говорю, что мамы плохие бывают. Я говорю, что просто, что, как бы, я подаю совет мамам, прислушивайтесь к инструкциям, к инструкциям, к инструкциям. Да, то есть инструкция для мамы. Ребята, вы не думаете, что вас хотят все прям обмануть. На вас мир не сходится, да. Слоны 3, рановато. Мне кажется, конь Е5, как-то попадает. Слоны 3, неважный ход. А к другой стороны надо было как-то коняш вывести, да? А я не знаю, мне казалось, вот, вообще, это очень перспективно. Забрал на C6, секунду 2, конь Е3. И против висячих пешек. Владиация 1, да, да, да. То есть, это блокада уже по Немсовичу пошла, да? Там СНД4, полиция 5, Д4. Где я, Немсович? Ну, может, и так неплохо. Не, ну, а что, это нормально было. Ну, вот, сейчас возьмёт Ферзём. Я уверен, на 100%. Ну, пешкой взять это надо быть, ну, стальные... Нервы должны быть. Стальные должны быть нервы, чтобы взять пешкой. Не, ну, вот у белых есть, по-моему, хорошее задел. На будущее, да. Но, зная сильную сторону Максима, как он только что выдал партию, да, такую красивую. Партию серьёзно. Да, то мне кажется, шоу, так тому, что у вас здесь будут проблемы какие-то. То есть, изолятор, ну, вообще, как-то неестественно. Где бы белыми играл? Ну, согласен. Да, я не знаю, что знали, а тут вопрос, опять же, вот конь Е2 позиционно. Конь Е4 пошёл. Так, а это шо? Ну, я не совсем понимаю, если взять слоном и владя Д1 там как-то попробует потянуть. А Солнце 6, там, понял. Может, это, кстати, решает всю проблему. А конь Е4, слон бьёт Б2, Ферз бьёт Б2, ДЕ, Ферз, Ж5, потом, кстати, тоже. Ну, кстати, там опасно. Да, так чёрные могут развить инициативу серьёзно на королевском фланге, и изоляторы избавляются. Ну, с другой стороны, пешка на Е4 тоже будет не совсем наша. Ну, не оптимальная, да, не оптимальная. Не та пешка, которую мы хотели бы... Отличный взяли, слоном побить на Е4 и конь Е2 как-нибудь, нет так? Слоном на Е4, Д на Е и конь Е2 попробовать игру навечного коня. Слон Б5 какой-то ход, нет, не то, это всё. Не то, слон Б5 будет неприятно. Да, и там какие-то шашлыки. Ладьян на Ф1 зависает, да. Шашлыки не в пользу шашлыки, да. У меня в пользу шашлыки, да. Но это хотелось бы. Я вот из этих соображений хотел бы взять и ладья Д1 пойти. Но с другой стороны, я понимаю, что там, да, и слон G4 даже есть ресурсы. И слон G4 сразу определяет ощущение, да, да, это будет тяжело. Поэтому не проходит. Конь Е4 солидный ход, отметим. Отметим этот ход, это солидное решение, очень здорово, классно. То есть, пешка на Д5 не висит, там висит гораздо больше. Ну, а что делать белым? Ну, и у них, получается, нет выхода, они обязаны брать конем, наверное, чтобы не получить хуже просто. Ну, надо бить конем, чтобы не получить просто хуже. Вот сейчас такая ситуация, что белые должны взять, чтобы хуже не получить. Вот слоном, мне кажется, что там не хуже. А что взял, 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 и что слон Е2 забрал на Б2, например. Слоном берет, ну, из общих соображений. Ну, сейчас он получит на коне Е2 слон Б5. То есть, то, что мы говорили, это сто процентов, скорее всего, получится. ДЕ, ну, тут, что тут думать было, соперник подумал, тут не написано, сколько, ну, жалко. Там, вроде, видно было, должно быть, сколько он подумал. А, вот он подумал, семь, восемь секунд над ходом слон ДНЕ. Восемь секунд думать над ходом ДНЕ. Когда вы, ну, тут, как бы, на будущее посчитал, может быть, я не знаю. Сейчас, ну, я хочу уникнуть какой-то ход за белых найти, чтобы вот это равенство. Вот я тоже пытаюсь. Может быть, какой-то невнятный хоть конь Д5? Ну, отец, ты вообще страх. По слону С6, что, шашлык? Мы что, нет, мы, шашлык? А, и на слоне С5 ладья Е5, и шашлык, и шашлык, и шашлык, и шашлык, и шашлык, и шашлык, и шашлык. Не, ну, я так, на всякий случай, пытаюсь найти хоть что-то. Я просто понимаю, что на коне Е2 слон Д5, и хочется как-то что-то сделать. Лучше, видя вот этих слонов вообще, вот, ферзя там, да, вот, когда ты смотришь, то как-то страшно становится. Да, вот в районе, да, ферзь со слоном в районе. А еще вот ладья есть еще пойдет. Ко, не едва, пошел и сейчас вот смотрим, сколько надо времени. Три, четыре, пять, шесть, семь. Сон, опять-таки, так хорошо, муж, поселились. Нет, 9 секунд. Не, ну, это очень хорошо. Это классно пишутся. Так, как черное-белое сразу проигрывает или нет? Сейчас, давай, сглали, 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 сглали. Может быть, ну, я не знаю, какая-то есть. Сразу материал не теряет, думаю. Так ладья влазит по ЛДР. Ладья, ну, это уже не безбежный. Нет, это тут, я думал, может, тут в фигурале. Да, нет, это конец, там достаточно ладья влезть. Ну, кладу, кладу, кладя влезть. Ох, ну. Не, ну, тяжелая позиция. Да, я согласен, но что... Тож, спорит отец. Очень тяжело, да. Ну, это, конечно, Максимка... И, конечно, нас, извини, Максим, но мы, как бы, да, удивляемся, как ты можешь так сильно играть в шахматы. очень сильно очень сильно играет максим я вообще вы ему дал премию оскар значит там премию оскар максиму дал бы за эту партию как минимум вообще классный черный и пешку изолятор сделали и потом кони 4 пошли вовремя там и вот все вот эти моменты фунт бы 5 чине одной ошибки естественно просто холода кстати вот слон едва так что просто там разноцветики могут все-таки похуже для бьет слон едва кстати а череп логеря 5 бы задумался я тоже логеря 5 пошел бы можно бояться жертвы качества логеря 5 логеря дарил какой-то так что он сейчас может взять и владельник лучше перейти лучше ладеньку ну да вот если так занялся линию да вот именно вот эта идея что взять и ладятся пять ну это мы так с поднимаем ну не жили дети так долго логеря 5 пойдет это снимаем шляпу просто класс вообще да да максим максим мы вот и уже получил как минимум двух своих кумиров вернее фанатов да мы твои фанаты после ладятся 5 ты стал ты перешел в категорию наших очень тяжелая позиция на самом деле у тяжелая 2 логеря логеря работают тяжелая это же не угроза вот так пойти или так да на самом деле это же ничего не решает король пошел просто к центру дан король е1 давай посмотрим интересно кстати ладья дедина и на больше больше мне раньше чем ладья деда хотя и ладья деда 2 тоже интересно может быть он сейчас как то есть король и всем потом ладья по 5 может нападать на печкой королевский кажется король е7 и на любой из этих ходов пойдет ладья на c8 с идеей в торгаться я в то что король то не может приблизиться особо я сейчас на я не знаю может признать еще с вами тут класса не хватает класса банально не хватает класс я тоже не могу понять может быть тут белый не так все просто ладья дед вами уж не чувствовать от этого не очень нравится расход потому что тут возможно какие-то расклады с нападением пешек вот страны ладья деда 2 например и ладья аж 5 как его ну там аж 3 ладья же я хочу расковырять вот пешки же 3 аж чем немножко хочется их жилья аж 4 и потом я вот хочу вторгаться и эти владеют вот он так и делает но чистые пешечные антон чуя роль пройдет черный на истрии это может быть безнадежно это по канонам к по план да и там вот еще 3 аж 4 чем по он не ходит при королем на и 6 а что-то пешечный но все-таки когда проход королем есть по лесенке на пешечные ничейные но опять же у черных преимущество пространство на 4 проведут но я не знаю когда этот такая какие-то титаны играют я воздержусь от прогнозов ну я давай так не воздержусь попроб позволить себе сказать что это ничья хорошо я понимаю что же 5 и в 4 будет но я стану королем на c3 буду стоять жестко но это с моим этот пешечный но вслухой сержу мне кто же против одесс вы 5 вы 5 это не не говорит о том что это страшная случая не ну или ничья варианты даже домен мне кажется не по 4 сейчас он забрал потом а что они пролезут черная а как не устанешь выше стоять на едва там милана не бить никого да ну для меня это неочередно совершенно не я понимаю что черные играть на победу мне кажется что ничья нельзя тут выбрать я том что я просто стану и буду стоять в король едва кроли но ты конечно пойдешь там же 5 и в 4 я понимаю потом короля даже 4 по продали стройка угроза там уже будет создана а я хорошо пойду там допустим h3 но я вернулся королем на h5 поставил пешку наш 4 провел уже 4 же 4 и пытаешься на же король же 4 создать какую-то видимость где там вот в это вода гонки потом лево-право я могу за счет пространства за счет да и в черные дальше пешки надвинута b4 белые сыграли так тому что не выдержал часа 4 полу не может это и правильно что а4 какая-то контр игра потому что я больше игры нету тут вопрос что теперь король джиж не может так целенаправленно куда ходить пошли сюда теперь еще на это плохо мне кажется б4 лучше было держаться этой елки пока здесь вообще можно в сусону это по такси сванг уже стоит учатся эти пешки вот ты три против трех и кто кого пересидит не ну тут сайте не такой простой цифрованк на этот суд будет 2 2 2 2 2 темпа это не просто выиграть ну например если позиция белая пешка же 3 черные же 4 стоит там вот как раз хватит дождался хода f6 придал король c4 еще передал тут вот это очень опасно да может быть 3 а2 надежнее было держать хотя бы чтоб не было вот это вот я бы начали не ходил бы да я бы держал бы пешку на b3 а2 это может быть очень точно h5 дело в том что всегда хочется ходить той пешкой которая ну как бы ходят ходить черным белым сейчас допустим h4 я встречу тогда f6 g5 f6 g5 и потом король просто планировали как два темпа до король b2 король c4 король c4 приходит но это мне кажется уже это опасно и уже 5 тут может быть усиление ли с этой стороны и в же в же 5 до может быть раз . так она не может она уже есть доев играет неужели дети такой максим давай же 5 покажи класс пошел видишь здесь максим он как бы не только хорошо владеет позиционной игрой ну позиционные шахматы но он еще хорошо оказывается разбирается в эндшпиле да в таком классе мы говорим шпили запас прочности из любой позиции хорошо на король d3 как будем играть но не знаешь 5 g4 так или иначе нужно провести и в же на и 4 мы будем пользоваться отдаленной выходной в это безладно тут все узнают что такое удаленная проходная надеюсь что может и нет ну ты в 5 хочется пойти наверно там сейчас что делать белка руль d3 ходит но и в 5 надо ходить на и в 5 и после же 4 взять пешкой аж почему это можно и взять а можно и аж наверно взять но может аж но прочее в потом аж от да 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 и потом можно я 3 мне кажется что я швы мол я вот видел позиции где вот аж вы где-то же три мы меняемся то мы идем потом на туда могу ну зачем простая растяжка такая если сказать да да очень жестко играет максим молодец не даром и вот много сейчас подчеркнули вот и люди потренировались злого участвовать если вы сказали что черным играет магнус карлсон я бы как раз он пожирает похуже дай немножко не хватает не хватает ему по жесткости да когда вот вида к море тоже мне кажется черными то на кого ровно бы тут на уходами не угадал бы на комара он бы тут там ходил бы королем там куда-то там треугольники и скал бы какие-то там может быть дать ну что здесь как бы исход на на вес она же может другую наш трипсу там же 4 и в же в же аж 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 и 4 король и 5 король и 3g3 сдались да обожья там нету нища когда король возьмет король пойдет на c3 короля 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 c2 и a3 красивый ход или король должна там делиться и там конец это металлича это макси и отклонил ничью максим тут уже пошла предложить сначала так там уж его отклонила потому что образами этого там умно презентировался только мало ли мне в конце думает может быть он еще согласен еще тут верить да нет еще не изучал тут же одолено я тут выигрывать легко активный король пассивный король пример всем детям на самом деле партия красивая очень четко же 4 и вот пешечный эндшпиль изучайте ребята это серьезная наука мы надеемся что не только максим из города венец и знает толк пешных окончаниях мне кажется что другие тоже должны на же 4 нету там есть это нет там не 4 понятно что нет чем думает же 4 на находив ну думаю то 4 может тоже ход как уже 4 потом да это может еще сильнее может даже поражу щиток сразу классическая школа наша выйдешь сразу что там хорошо надо туда идти то есть всем порядке на и на этот ход можно даже просто взять так вот не считая никаких шансов белых а же по нашу продаж 424 там а нет король астана же дратики на же вжи какой-то ход of 44 можно успеть поставить перед они щебы но там пара обход саж 5 правда есть королем вашего пойдет на же 3 мы сразу пойдем на и 5 там ну там на мне кажется это не но же как бы последний от шанс прозонтирую только так и ходу на игровой опять же шанс такой да ну я бы на месте черных просто устрашивает на часа без всяких проблем уже вообще не было ни е4 ничего не было просто хотя я уже наверно тоже выиграют а наверное играться оба хода выиграют а 4 точно не выиграть там король в квадрате я король в квадрате да а вот ажи или и в житу то конечно хорошо ажи удается надежнее по нашему да может и в этом еще были какие-то шансы но же в 4 ну вот здесь вот начинается пешка защищенная и проходная в чем ее смысл в том что она защищенная а в чем прикол в том что она проходная она идет да не ну здесь уже это агония какая-то кстати здесь надо взять данным дачу забрал взял просто и пошел к королю не нашим к этим не нравятся еще одно можно забрать пока не кстати вдоль посмотрим сюда сюда король и 6 взять нельзя надо ходить король а куда ходить никуда ходить на цук сванг конец король и 6 взялись и король и в 5 и потом даже же 2 и выиграл просто легким не ну ладно эту партию мы оставим здесь все понятно жалко жалко отношу этом а вот играет белыми подольский михаил против саму ненкова смотрим лидера вашу позиция равная но более меня на через а3 конь до 2 конца 4 планы за черно-забелых связи на 3 на поставить 2 конца 4 это называется поиск маленьких слабых мест ферзя 3 конь d2 конца 4 напали на пешку дышать можно из конь до 2 начать мне кажется на бур кунде два кстати вот делал коню на 3 вообще делать ничего и она куда-то вести вот детка на конец и на f3 ему некуда ходить вот его ведут на c4 кстати очень день а ну кстати белыми поприятнее у черных есть проблемы ну как я расписываюсь и всем короле все можно поставить пока он все четыре королев шансы 4 королев 6 ферзь это ход на ничью как-то что-то тут как-то дети странно психологически потому что ну что хочет разменяться там слоны в 3 там и напасть на башь тайна звучали что она тут не хочет хорошо по времени 40 секунд нас минут 45 но здесь вот еще временный факт ход сердца 4 это был временный фактор 40 секунд у белых это конечно не так просто принимать решение сами понимаете ну тут кстати вот борется ну давайте посмотрим интересно черные тут куда они будут ходить интересно он самоленкова кстати в позиционном отношении что-то не очень у него все позиции какие-то получается стрёмно это какие-то ну вот такие вот здесь это похоже из зала за какие-то пешечные не супер в этом компоненте зато тактику хорошо видит так это самое главное тактика вообще это тактика плюс прагматизм за счетом какие-то эти тоже каждый берет свою девчонки дает и 4 это ход по цвет нот так вот по цвету процедает дают попробовать и 5 конечно пошел до это черное разорвали сами себя зачем-то сейчас поле до 6 для коня тут уже пошла я понимаю что в точке зрения шага здесь разница здесь именно в коне момент истины момент времени очень важен здесь вот дело в том что не факт что 20 секунд хватит даже пособирать всю он дальше смог стать уже стакана белых уже до пользы как-то не удачно кстати как заходить нового ферзь c6 можно выиграть это ферзь и шерзи едва с этой стороны мы пошел вот этим и на детстве здесь пойдет на короля 6 до пошел сейчас вот аккуратненько ферзь c4 возвращается к плану ферзь c6 наверно почему с этой стороны атакуют это ход по цвету тут времена я буду знать это я не всегда правильно это время я точно тебе скажу что это ход по цветут ими сейчас правит время они конечно смотрят на позицию направит был больше больше это уже от времени ну то есть здесь уже белые с как бы причины вот чем смысл а вот это сюжет надо уже беру за бы если мы мы же обсуждаем шахматную составлять шахматная состоящая такая что вот в этот момент она свеча шишка уже закончилась ферзь и звук это слишком прогиб опять еще плохо тут просто наяривает под подсветнут наяривает подсветноту нормально играет еще такая стойка в турнире 2 чека поделили первое место все посмотрим так сакидзе и максим поделили первое место сакидзе по коэффициенту первое но чем это партия продолжается ли марченко лиза 6 половине с 9 набрала на еще парке и продолжаются были пестины ухты мат в однику выиграли я уже закончилась парк или пестина обыграл нашего казахстанского друга неожиданно или ожиданно о последняя броварская и что черт-чур на победе проиграл броварской оси выиграл было бы шесть очков не дорожал уже позиция да ну а столько придет продажи подожди давай посмотрим черные идут туда белые идут сюда белые должны победить они сейчас просто но у них слагу полгода на 40 а кстати да а выиграл то кто выиграл черные выиграли я-то думал что наш проиграл я по позиции вот этот и правильную заметку сделать сюда без добавления конечно детям дежу тут они не могут скорее всего этого драма была такая что была вот такая вот драма да и вот здесь вот но если черная выигрывает такие позиции это борьба у них было мало времени но понятно принципе я то что я то что я не я не говорю ну по крайней мере боролись так ну давайте отметим результаты такие технически самоненко выиграли в любом случае занимать первое место ну как бы он первое место вроде по коэффициенту займите лёжка но коэффициент больше у максима второе место да вот кулепестин третье место марченко лиза четвертое место дальше гость из казахстана 6 из 9 коля бубела так тому же в тимур вот два киевских одновременно подольский михаил лукьян про давайте мы посмотрим кто это я постоянно гушпит по моему гушпит ивана франковского на франковская школа у нас тоже есть так где тут на господи и дубна девочки смотри какая вы за ангел очки выставили девочки сыграли лучше чем мальчики за уникальная ситуация до пидубна дальше вот артем берин 5 половина девяти матвей матвей давайте посмотрим от вещи в чем какие в это кстати брат кирилла шевченко ничего себе тандемчик пошла то есть многие говорят что у кирилл или матвей матвей и кирилл ну мы думаем что там самый сильный все внушек мотив бабушка бабушка сильнее бабушка все там такой характер ну и дальше на альфа-зара не выдержат ребята расположились следующим образом кстати вот 5 очков и долг кстати вот забавно вот у нас же приз для боровских шахматистов есть вот два человека набрали по 5 из 9 немножко они не но не могли лучше сыграть выше я никого не вижу да ну вот как бы в итоге пельчук артем видать занимает приз для боровских то есть между 8000 гривен немного не немало но до семью а марченко милия сыграла похуже в этот раз 5 очков аркаша вспомни пара кашу 5 из 9 умным брар кашу вспомнил арчиков представитель шахмата упер прошлый раз в первое место значит 25 не пошло ну харьковская школа такая нестабильная на разные ветра да да граница рядом ну принципе скажем так вот 2 аркадий тоже где-то в этой зоне не так аркадий сегодня не в почете не в почете аркадий так ну хорошо в целом турнир прошел интересно но мы получили удовольствие некоторые партии вообще заставили нас напрячься до меня напрямую сильно на две партии последние которые мы посмотрели целиком два шедевра так ну не то что он менее менее шедевр и согласен что в венеции умеет играть шахмат это не сбалансированная игра для ребенка вообще редкость большая не ну я понимаю так что я бы тоже так мог бы ему проиграть легко пушки публика жаждет на битак стрим супер всем понравилось ребята мы не можем тоже постоянно быть в эфире поэтому мы отработали свою часть я надеюсь вам всем понравилось подписывайтесь на наш канал мы еще пригласим гости антона еще не раз я думаю да если ему поза хочется он придет вот всем спасибо по результатам турнира будет в течение двух дней там мы сделаем на фейсбуке как обычно это делаю отчет если были читеры не было читера мы все это напишем на наше усмотрение еще раз говорю все права защищены мы можем делать что хотим так как мы делаем все почти любой произвол да да на этом и наша трансляция заканчивается всем большое спасибо кто задал вопросы кто смотрел до новых встреч скоро будет новый турнир так что среди за 20 метров все всем пока антон всю счастлива